Дневник Анатолий Жуков. Объединенный. 100 000 экземпляров. Цена 1 рубль, 50 копеек. Издательство «Молодая Гвардия», 1979 год. Книга рассказывает о жизни и борьбе протокопа Аввакума, великого русского писателя, юрного общественного деятеля 17 века. Аввакум Петров. Добровенно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только при самом сильном развитии личности. Федор Михайлович Достоевский. От города Горька до села Григорова, по-моему, очень понятен рукой подать, 70 километров по прямой. Раскинулось оно на трех холмах в этих нижегородских пределах. Каменные дома с большими окнами потеснили в Григорове рубленые избы. Но остался пруд, питаемый плечами, о котором говорится в пестцовой книге 17 века. Воды и текло много, а небо все тоже, и в небе кружат голуби. А Аввакум в юности любил занять голубей. Вечером в небе зажигаются те же звезды, что были свидетелями его свиданий с нашей. Пахнет разогретой пылью, и земля хранит дневное тепло. В мыслях все вяжется в единый узел, и прошлое, и настоящее, и будущее. Ничего не остается, кроме простого и надежного. Привожу ухо к земле, и услышу бессвязный разговор влюбленных, мерные посты, пахарей, торопливые шаги воинов. Москва есть основание России. Не забудьте, что пока крепок корень, то и древо крепко. Не будет корня, на чем оно будет держаться. Когда это было сказано? Триста или тридцать с лишним лет назад. Приложи ухо к этой земле нижегородской, и ты услышишь рыбание жен и матерей. Услышишь голова мужиков, уходящих в пополчение. Ты не увидишь, были ли они в термяжах зипунах времен Казмиминина, или в одежде фабричной выделки. Но призыв, родившийся сотни лет назад, будет вспоминать во всякое грозовое время, пока жив русский язык. Есть в Григорове старинная казанская церковь, постройки 1700 года, одноглавая с невысокой шатровой колокольней, ныне охраняемой государством. В начале XVII века на ее месте стояла деревянная церковь Бориса и Глеба. И служил в этой церкви священник Петр. Женой его звали Марьей. Поп любил пображничать, жизнь жил слабую, при лежаше к питьях Мельнага. Попадья же была иного склада, постница и молитвенница. В году 1621 у них родился первенец. Крестили крепыша пообычу на восьмой день после рождения, 2 декабря. И родители дали ему имя не по своему хотению, а по святкам, в честь пророка Аввакума. Встречаются разные переводы этого ветхозаветнего имени. Отец восстания, любовь Божия, сильный борец. Но в любом случае оно как бы предвещало сыну Григоровского попа необыкновенную будущность. Зная очень мало о детстве и оторжестве Аввакума, мы можем довольствоваться лишь догадками, основанными на сведениях о бытии и нравах русских людей XVII века. Такое событие, как Крестина, весьма возможно было праздновано обильными возлияниями тут же в церкви Бориса и Глеба. В те времена церковь обычно состояла из трех помещений. Алтаря, собственно, церкви и теплой трапезной, где стояли столы из камня. Здесь прихожане собирались решать своими все дела. Тут задавались шумные пиры, тут хранились общественные деньги и документы. А если церковь была каменная, то и сундуки с наиболее ценными пожитками прихожан на случай пожара. Благо, в церкви, особенно в городах, было много, не менее одной на десяток дворов. Тут же обучали ребятишек грамоте, сперва по букварю, потом по чесослову и, наконец, по псалтыре. Священники, дьяконы, панамари, педагоги не асти какие, но они делали грамотным, не без помощи розык, каждого пятого крестьянина Московского царства, не говоря уже о почти поголовной грамотности служилых и торговых людей. Маленькому Аввакууму не приходилось платить кашу до гривну денег за науку, которую он проходил у отца и грамотной матери. И со своей феноменальной памятью, Аввакум, конечно, уже годам гипетти, подобно тому, как потом маленький Петр I, книжные учения саликой имел в твердости, что все Евангелие апостол наизусть смог прочитать. И не просто прочитать. Мать его Мария была иступленно благочестива и ревностно соблюдала посты и обряды. Она часто растолковывала ему строки Евангелия, грозя страшными карами за невинные детские прегрешения. Страх Божий заставлял мальчика вставать рядом с матерью на ночную молитву, растираться низ перед загадочно спокойными, будто бы хранящими великую тайну иконными ликами. Рано стал он размышлять над евангельским учением, связывать его с тем, что видел вокруг. В душе его детства жило острое чувство справедливости. Он всю жизнь страстно ненавидел любое проявление неправды, в ярости своей часто забывая об основном требовании христианства, кротости и смирении. Источительность мальчика однажды подверглась серьезнейшему испытанию. Он увидел сдохшую скотину во дворе у соседа. В детстве встреча со смертью – это всегда потрясение. Страх не выветрился у подвижного аввакуума и за целый день беготни с ребятишками по улице, гоньби голубей и барахтами в чистом, питаемом плечами, григоровцем пруду. Он проснулся среди ночи в холодном поту и средообразом плакался о душе своей, вспоминая смерть. Его поразила мысль, что и он может вот так же умереть, и это вызвало чувство ужаса перед страшными потусторонними силами, против которых бессильное его живое тело и сознание. В наше время всяких, кто думает пройти от Волжской пристани, работки, проселочной дорогой через Лопатищи и другие села до самого Григорова, обратить внимание на то, что эта холмистая местность почти совершенно безлесна. В XVII веке здесь были густые леса, в Чищевах прятали физические капища мордвинов. Русское православие не только благополучно соседствовало с изюзчеством, но и старалось до поры не замечать, как прекрасно уживали физические поверья верой в Христа. Сельский мальчишка Аввакум верил и в леших, и в водяных, и в домовых, и в русалок. Как и для прочих ребят, вся природа для него была одушевленна, и он, словно истый язык, с ним даже смерть представлял себе живой. Отец Аввакума, сельский чепок Петр, по образу жизни почти ничем не отличался от своей не слишком ревностной паства. Так же, как и все христиане, он пахал свой надел земли, сел, собирал урожай, напивался по праздникам, буйствовал, бывал битв. Правда, закон предусматривал строгую кару за это, особенно если в драке с попа сбивали на землю с кухью. Приспособился народ. Аккуратно снимали шапочку, вешали ее на забор, а попа все равно били. Кроткими русские крестьяне не были, и не спускали обиды никому, ни начальнику, ни попу. Поп Петр скончался рано, оставив Марью целым выводком ребятишек. Самому старшему Аввакуму исполнилось тогда лет 12. Он помогал матери пестовать сестер и братьев. Григория, Кузьму, Герасима, Ефимия рано узнал тяжкий крестьянский труд. Период нравственного становления Аввакума просматривается сквозь толщу лет весьма смутно. Но именно в юношеские годы он познакомился почти со всеми главными действующими лицами исторической драмы, название которой известно очень широко. Это «Раскол». И согласно прописям, по которым развивается драматическое действие, в первом акте завязывается узел интриги, ради чего действующие лица собираются в одном месте. Этим местом оказался клочок земли, лежащий на юго-востоке от Нижнего Новгорода и ограниченный на юге селом Вельдемановым, а на востоке – монастырем Макария Желтоводского, у стен которого тогда же учредилась царским указом знаменитая на всю Русь Макарьевская ярмарка. Григорова находилась всего в остатках 15 от Большого Мордовского селила Вельдеманова, принадлежащего столнику Григорию Юзину. И именно там, в семье крестьяна Мины, родился сын Никита, будущий противника вакуума. Это удивительное совпадение. «Простолюдин есть, – отвечал юный Никита Минин на вопрос о своем происхождении. Но ему предстояла блистательная будущность. Стал в еночестве Никоном, он зашел под этим именем на патриарший престол. По преданию некий мордовский волк, потрясая фалец, предрек ему у лесного капища «Ты будешь государь великий!» Такие предсказания глубоко западали в душу. Но по качеству любивому отроку жилось не сладко под гнетом злой мачете, и он часто сбегал от нее в Макаре в монастырь, где владевал книжней премудростью и удивлял даже монахов силой духа и упорством в совершении монастырских подвигов. Монахи не жалели ни книг, ни по учению до способности юношей, тянувшись сюда со всей округи. Часто наведался в монастырь Иоватум и верно встречался с Никитой Мининым, хотя тот был много старше. Во всяком случае, впоследствии, приходя в неистовство от одного имени Никона, он вспоминал, «Я Никона знаю, недалеко от моей родины родился, между Муравкиной и Лыскова, в деревне. Отец у него черемисин, а мать русалка. Минька да манька, а он Никитка-колдун учинился, да баб блудить научился, да желтоводском монастыре в книгу и поводился». Никита Минин остался в монастыре, где жадно поглощал книги и сподвольготовил себя к великой роли. В грамоте же он выучился еще мальчонкой у священника села Колычева, почтенного отца Ивана, сына которого, сын стал епископом коломенским Павлом и был сожжен по приказанию подросшего Никитки, непреклонного патриарха Никона. Со спадений становится все больше. На сестре Павла Коломенского был женат молодой человек, который стал митрополитом Суздальским Илларионом. Он был сыном священника Анании из ближнего села Кирикова. В разное время учениками и духовными детьми Анании были все тоже Никита Минин и будущий протокоп Иван Наронов, ставшие смертельными врагами. И еще с одним Илларионом часто встречался юный Аввакум. Стал этот Илларион попом в большом теле в Искове, раскинувшемся на холмах против Макария, потом игуменом этого монастыря и, наконец, митрополитом Рязанским. Это к нему врагу своему обращался впоследствии Аввакум со словами «А ты кто, Яковлевич, потенок? Не достоин век твой весть Макарьевского монастыря единой ночи!» В Макарии же принял монашество будущий покровителя Аввакума архиепископ Сибирский Итогольский Синеон. Откуда-то из нижегородских пределов вышел еще один покровитель Аввакума, духовник царя Алексея Михайловича, благовещенский протокоп Степан Ванифахев. В этом пока запутанном клубке дружеских и родственных связей нас поражает одно. Сколько же вышло высших сановников русской церкви из крохотного уголка необъятного старства? Правда, все они, кроме Никона, были поковичи, но не это послужило толчком к их возвышению. Все они встречались в Макаревском монастыре, где было, очевидно, неплохое собрание рукописных и печатных книг. А кругу, в которой находились их села, можно было обойти пешим ходом за один день. И верно они беседовали, спорили друг с другом, обменивались книгами. Так по стене Макаревского монастыря постепенно создавался кружок, в котором подрастали молодые люди, развитые, начитанные, и честолюбивые. Они не были порождены дворянами и могли сделать только духовную карьеру. Годам двадцать с небольшим каждый из них становился священником. Религиозный поле увлекал их в монастыри, где они выгодно выделялись среди полукрамотной монастырской братьев. И путь в игумины, а потом и в епископы был открыт. В дни юности Аввакума еще ничто не предвещало будущих раздоров. Возмужавшего Никиту Минина родственники вытребовали из монастыря в мир, заставили жениться, а там жители одного из соседних сел выбрали двадцатилетнего парня в священнике. Талант и страстность быстро выделили его среди прочих попов, и вскоре заезжие купцы, познакомившись с Никитой на Макарьевской ярмарке, смолили его в Москву. Женился я в Аввакум. Ему минуло семнадцать, когда мать заслала сватов к опекунам четырнадцатилетней сироты Анастасии. Пока жив был ее отец Марка, кузнечным делом занимавшийся, семья была зажиточной. А в своей семье не то, что сухой хлеб, и каша горло берет. Но была Анастасия тиха, набожна и трудолюбива. Старалась, как могла поприки-попреки, но сила безмолвно. Мать Аввакума приглядывалась к ней с измальства, а когда девочка начала расцветать, заневестилась, она решила, что лучшей жены сыну не найти. По обычаю сына своего она не спрашивала, как не спрашивали о согласии Насте. Но не матери ли угадывать желание сына? Оказалось, что Анастасия заглядывалась на юношу. Видимо, он был пригож и статен. Так в жизнь Аввакума вошла Анастасия Марковна, замечательная русская женщина, прошедшая рука об руку с ним через все мытарства и родившая ему девять детей. Вскоре умерла мать Аввакума. Почувствовав приближение смерти, она постриглась в ближайшем монастыре, приняв имя Марша. И толстяк на молодоженов, обремененных полудюжиной меньших Аввакумов, братьев и сестер, обрушилась беда. Дом священника принадлежал общине. Пока была жива мать, семью не решались вытелить. Но старотивый Аввакум не очень ладил с соплеменниками, которые вынулили его переселиться в другое место. В 21 год он уже стал дьяконом, а в 23 священником в селе Лопатищи. Он по-прежнему крестьянство, помогали ему братья. Тогда же увидел свет его первенец Иван. Поставлен в попы, Аввакум был весьма просто. Собрали в прихожане, выбрали его, как могли выбрать любого из своей среды, и поручили к особой записью, что человек добрый, святое писание знает и не бражник. Сиделся он к архиерею вместе с другими кандидатами в священнике, и каждый из них держал в руке прошение. Архиерей вышел с книгой и стал ее давать читать по очереди каждому кандидату. Кто читал плохо, того он прогонял, а кто хорошо, того на бумаге делал пометку. За Аввакума непременно уж замолвили словечко знакомые попы, но и ему, вероятно, пришлось сделать взнос казначей и одаривать песцов и прочую архиерейскую челюсть. И лишь потом, во время службы, епископ совершил рукоположение. Как бы остался Аввакум сельским послом, перебивался бы с хлеба на квас, если бы не жила в нем беспокойная сила, властная подребность действовать. Он недовольствовал подсорковными службами, которые его прихожане посещали весьма неусердно, и пытался проповедовать и в домах, и на распутьях, и в других селах. Но часто его проповедь встречалась равнодушно. Своей нетерпимостью Аввакум отпугивал людей заурядных, а власть имущих приводил в ярость и делал своими врагами. Но иные прислушивались к нему. Строгий, взыскательный, он умел подходить к людям и строготельной, лаской, а порой не щадил себя для тех, кого опекал, и они платили ему тем же. Духовные дети, которых Аввакум насчитывал потом около шестисот, привязывались к нему нерасторжимыми узами. Однажды к молодому попу в Латопищенскую церковь пришла исповедовать девица. Была она многими грехами обременена, блудному делу повинна. Встала она перед Евангелием и начала покаянную речь. Очевидно, она была так хороша, а рассказ о любовных похождениях настолько впечатляет, что священник, призванный врачевать чужие души, сам разболелся. Сжигая он его огнем блудным, ему было горько и стыдно. И тогда он взял три свечи, зажег их, прилепил к аналою и возложил руку правую на пламя, пока не угасло злое рожжение. Надо думать, что на девицу это произвело впечатление. В своей избе той ночи Авакум долго плакал, пока очи не опухли, но так и уснул, лежа на полу под образами и увидел сон, который всю жизнь считал пророческим. Увидел он Волгу, а по Волге той стройно плывут два корабля золотые, и десла у них золотые, и мачты золотые, и все золотое. И всего-то людей на кораблях по одному кормщику. Спрашивает он их, чьи корабли? Ему отвечает, выкинай Лаврентьева. А то были купцы рабочинские, духовные дети его. И видит он третий корабль, но не золотой, а пестрый, и красный, и белый, и синий, и черный, и пепелесый. Красоты ж его умом человеческим не постичь. Юноша светлый на корме сидит, право, прямо на Авакума, того и глядит, подомнет. И скричал он, чей корабль? Ответил ему юноша, твой корабль? На, бери, плавай на нем с женой и детьми, коль хочется. Проснулся Авакум, сел на полу и стал думать, что же это, какое плавание его ждет. В скором времени начались беды. В справедливости искал Авакум, а нашел жестокость. Местный начальник отнял у вдовы дочь, собираясь, видно, сделать ее своей наложницей. Авакум вступился за вдову, просил начальника вернуть девушку. И дело не обошлось без обличений, настолько разгневавших начальника, что он явился в церкви со своими людьми и воздвиг на Авакума в бурю. Попа избили так крепко, что он потерял сознание. Увидел Авакума недвижим, начальник испугался и отпустил девушку. Через полчаса Авакум пришел в себя и когда начальник, раскаившись в собственной мягкотелости, вернулся в церковь, бил папа, сшип его и таскал за ноги и попал в полном облачении. По другой Авакумовской же версии, поп-болгатырь отнял девушку силой, после чего начальник явился в церкви с целым отрядом. В те времена лучшим доводом в споре считалась кулачная расправа. Сдержанность была не в почете. А уж если кто чуть возвысился над другим, беречься к нему было опасно. Сам царь Алексей Михайлович, прозванный Кишайшин, не задумываясь, крестал по щекам, седобородил бояр, а царь во время службы не стеснялся крепких выражений, если ему казалось, что не так. Спустя некоторое время другой начальник, некий Иван Родионович, вломился к Авакуму в дом, бил его, и у руки, а грыз персы, я как персы зубами, а после вечерней пытался пристрелить из пистоли. Порох на полке пыхнул, но выстрела не последовало. Дал авосточку и стрел в пистолет. Авакум издевательски благословил начальника. Благодать в устав своих Иван Родионович, да будет! Иван Родионович не остался в долгу. Отнял у Авакума имущество, а самого со двора выбил вместе с Настасьей, маленьким Иваном и только что родившимся младенцем. И на дорогу хлеба не дал. Те, сисьерца Авакум сумел завоевать, проводили его за околицу. И побрели знальники в Москву. По дороге Авакум крестил новорожденного и дал ему имя Прокопий. Была еще одна причина для гнева начальнического. Ее мы находим в словах самого Авакума. Иван Родионович сердит на меня за церковную службу. Ему хочется скоро, а я пою по уставу не борзо. Так ему было досадно. Неужели длительность церковной службы могла вызвать столь бурную реакцию? Да, могла. Еще не прошли те времена, когда нечто подобное бывало даже формальной причиной длительных и кровавых междоусобных войн. И пока Авакум со своими добираются до Москвы, постараемся разобраться в событиях, предшествовавших расколу. В смутное время не только обескровила Русь, не только катастрофически убавила ее население, не только пожгло ее города и сократило пахотные земли, оно расшатало и устои морали. И в то же смутное время ощущение опасности вечного порабощения Лакинского, как писал в своих призывных грамотах Деонитий, подняло и всплотило высших людей земли русской, заставило их неистовым напряжением сил изгнать врага. Но прошел десяток лет, и герои были остеснены с политической арены новой знатью, в знатье дворца и приказа. Не слыхать уже о Мини, обижен по-жарски. Оказался в тюрьме и архимандрит троица Сергиева Лавры Деонитий, обвиненный в искажении богослужебных книг, проверка которых была поручена ему царем и церковными властями. Выпустил его на свободу в 1619 году, вернувшийся из польского плена митрополит, а затем патриарх Филарет, отец молодого царя Михаила Федоровича, умный и дальновидный правитель Московского царства. Филарет ценил Деонисия и ограждал красивого и умного старца от неприятностей. Под покровительством Филарета троица Сергиева Лавра процветала. Она была крупнейшим культурным центром того времени. С ней связана творчество многих русских писателей. И немалую роль играл тут характер Деонисия, который никого не подавлял и не поражал ни властной воле, ни упорством. Все окружение Деонисия увлекалось проповедями Иоанна Златоуста и сочинениями Максима Грека, ничевавших пороки общества. Этот интерес не был случайно свидетелем разнузданности смутного времени и падения нравов, продолжавшегося в последующие годы. Если призывные грамоты Деонисия поджигали Русь, уже готовые смести взрывом польскую интервенцию, то с нынешней бедой бороться мягкому архимандриту было не под силу. Но получилось так, что именно троица Сергиева Лавра дала жизнь идеям породившим в такой уже раз весьма могучее общественное движение, которое питалось крупными событиями всю вторую половину 17-го столетия. В 20-е годах этого столетия к монастырю прибило молодого псаломщика Ивана Неронова. Этот крестьянский сын, Вологодец, уже пытался громогласно укорять священников за их пьянство и иные бесчинства, а Вологи был крепко бит слугами епископа за свои обличения. Кто-то из иноков представил его Деонисии, и Неронов так понравился архимандриту, что тот даже поселил его у себя в келье. Вместе они читали сочинения Максима, греша, который доживал некогда в свои последние дни под строгим надзором в троицу Сергия Лаври и скончался в 1556 году. Афонский инок Максим, пригласенный в Россию великим князем Василием Ивановичем, в юности получил образование в Италии. Одно время он жил в доминиканском монастыре, настоятелем которого был знаменитый Иероним Савонарова. Многое от духа неукрохимого доминиканца, обличавшего в своих проповедях растущенность пап и духовенства, и сожженного на костре было в писаниях Максима, прозванного на Руси греком. Иероним Савонарова Иероним Савонарова вычитывали ее в сочинениях только то, что волновало их обоих. Их коробил упадок нравственности, некоторые черты русского быта, противоречившие началам православия остатки и жительства. Но тот же Иван Наронов не хотел замечать широты взглядов Максима, осуждавшего возведения обрядов в степень догмы. У Наронова был слишком беспокоенный, деятельный характер, чтобы искать спасение в монашестве. Он рвался спасать других. Монав Янисий одобрил намерение своего молодого друга и дал ему рекомендательное письмо к патриарху Филарету. Наронов явился к патриарху лично и был тотчас посвящен им в дьяконы, а через год и в священники. Филарет часто приглашал Нароновых к своему столу, представил царю и многим знатным боярам, которых молодой священник крепиво упорял в бродобритии и перенимании других иноземных обычаев. Речи его были созвучны настроения Филарета, который заставил всех иноземцев, находившихся на патриаршей службе, перейти в православие, а в случае отказа подать в отставку. Назначенный священником храма Вознесения Христова в Нижнем Новгороде Иван Наронов сразу же показал, на что он способен. В этом громадном торговом городе, тогда четвертом по величине на Руси, после Москвы, Ярославля и Казани, он возродил старинную традицию, существовавшую в домонгольское время. Стал опять произносить проповеди и читать книги прихожанам. В проповедях, приводя дурные примеры, он не стеснялся вытаскивать на свет Божий грехи местных воевод и священников, разоблачать их разврат, пьянство, взятое чувство. А те же, в свою очередь, не стесняясь, избивали попа при всяком удобном случае и писали на него доносы в Москву. Но Мирона сам часто наведывался в Москву, где бывал у царя и патриарха, и находил у них управу на своих противников. Однако он занесся так высоко, что осмеливался уже вмешиваться в государственные дела, убеждал царя и патриарха не начинать польскую войну, а потом во исступлении ума воспрекил ее, предрекая поражение. За дерзость, или, как говорилось в предпроводительной грамоте, за гордость и высокую мысль, патриарх Филарет послал попа Ивана на покаяние в дальний Николо-Карельский монастырь. В свое время Мироном жива в Лыскове. Слава обличителя уже достигла этих мест и будила воображение молодых людей, собиравшихся в Макарьеве. Девиз Миронова «Бием, битый, одолевай» звуча для них весьма глубокомысленно. В многофисленных житиях святых, знание которых было непременным для всякого образованного человека того времени, описывались всякие ужасы, пытки, заточения, избиения, казни. Гонения со стороны язычников и весильных мира сего и проявленные при этом стойкость были для ранних христиан веским основанием для причисления того или иного человека к лику святых. Жития отшельников и монахов полна примеров самоистязаний, умерщвления плоти, аскетического самоуглубления. У крестьян и ремесленников, наделенных богатым воображением, мучители из жития торжествлялись своеводами и боярами, не знавшими границ в своем самоуправстве. Мир казался средоточием греховности, насилия, неправедности. В дремучих лесах вокруг Костромы, Ярославля и Нижнего появились лесные старцы. Они отрицали семейную жизнь и рождение детей и сами носили юриди, ходили в легкой одежде зимой, стараясь лишениями умертвить в себе тягу к естественным человеческим радостям. Возглавлял это движение некий старец-капитон, возмущавший своим узуверским аскетизмом даже монахов. Один из них писал «Воздержим в посте Вериги на себе носил каменные плита сзади, а другая спереди по полтора пуда в обеих и всего весу три пуда. Петля ему бе-пояс, а крюк в потолке и обе железны по ему постели. Прицепил крюк в петлю по висе спати. Сажали капитона на исправление в монастыри, но он убегал в леса. Обрастал учениками и сторонниками, которым не разрешал даже в праздники сыра и масла и рыбу в кушате. Капитон отрисал иконы, на которых Христос и Богородица изображались в богатых одеждах, не просил благословения у священников, пивших вино, да и саму церковь ставил невысоко, предпочитая непосредственное общение с Богом. В капитоновщине возникшие задрога до прихода к власти Никона уже прорастали семена раскола. Среди учеников капитона, таких же аскетов и железоносцев, был некий великий и премудрый Вавила, о котором позже в одном из раскольнических сочинений говорилось. Быть родом иноземец, вера люторская, глаголоки и писаки учился довольно временно в славней Парижской академии, искусен быть в риторике, логике, философии и богословии, знал языки латинский, греческий, еврейский и славянский. Недомы пути, которые в царствовании Михаила Федоровича привели этого француза, воспитанника парижской Сарбонны, современника кардинала Ришелье, в леса Подвязники. Но именно там Вавила вериги тяжелое на себя положил, довел до крайности взгляды своего учителя-капитона и проповедовал впоследствии массовое самосожжение, деяния, несовместимые с догматами даже самых изуверских религий. Француз Вавила, в прошлом протестант, был истинным сыном века, когда все богословие пронизывалось ощущением близости конца мира. Эсхатологизм немало повлиял и на реформацию. Литер ждал свето-представления и призывал калуться перед страшным судом. Многие на Руси верили в близкий конец света. Сперва считали, что он наступит в 1492 году, то есть в 7000 году от начала мира по библейскому летоисчислению. Благополучно переживая эту дату, одни зарядились здоровым скептицизмом, другие говорили, что конец придет в 8000, то есть в 2492 году. А третьих, и таких было много, предсказали конец мира в 1666 году, так как в Откровении Иоанна Антихрист зашифровался числом 666. Неронов и его молодые последователи воспринимали несовершенство бытия не стольких сместительных. Они видели выход в исправлении народной морали и избрали иной путь борьбы, положив начало совершенно новому виду русского подвижности. Не от мира уходить, а идти к миру. Проповедовать, разоблачать, если придется пострадать за это, то кто из праведников не страдал. Потом они в число побоев и за ними будут ставить себе и в заслугу. Претерпевая мучения с невероятным стоицизмом в своих житиях и посланиях, они перечисляют побои как знаки отличия. Вернувшись из ссылки, неугомонный Неронов собрал вокруг себя девятерых нижегородских протокопов и священников, которые подали новому патриарху и осадку память или доклад о неприглядности церковных нравов, о нерадении поповцам от многого пьянства и бесфинства. Вот церковь, идет богослужение. Церковный притч читает молитвы и поет. Но как? Пиша повторея отделаться, служители читают и поют все разом и каждый свое. Говорят голосов в пять и в шесть и более, со всяким недвижением, поспору. Гам стоит невероятный, ни слова нельзя разобрать, но прихожане довольны. Отбарабанил притч, и можно идти по своим делам. Да никто и не слушает службу. Прихожане ходят по церкви, разговаривают, спорят и даже дерутся с бесстрашием. А попробует поп сделать замечание, и вот он начинает поносить того из едином нутбока. Впрочем, попы тоже хороши. Сами в церкви болтают, все воугодники и пьяницы. Многочисленные потомства попов во время службы играют в церкви, гоняют по алтарю. По церкви ходят какие-то люди с иконами на шее и блюдами в руках, собирают деньги якобы на созидание храма, а потом пропивают их в кабаках. На полу бьются, вымаливая деньгу, бесноватые, оказывающиеся целоумными, кричат в пыне, предстоят к людям мошенники в черно-финоческих одеждах и приверигах, залывают мнимые калеки, будто бы покрыты гнойными язвами, а на деле вымазанные говяжьим мозгом с кровью. Наронов не преувеличиваясь. К тому подтверждение память патриарха Иосафа о прекращении беспорядков в московских церквах, повторяясь почти буквально доклад нижегородцев. Патриарх требовал от попок, чтобы в церквах покончили с диким галдежом, называемым многогласием, и служили не больше, чем в два, три голоса. А вакуум у себя в церкви служил единогласно. Но если даже в Москве удлинение службы вызывало громкий ропот, то в провинции, где до царя далеко, а до Бога высоко, начальники с похвами не церемонились. Так проясняется конфликт А вакуума с Иваном Родионовичем, дошедший до грызения, перстов, стрельбы, пистолей и изгнаний с тела. Но не только это возмущало Неронова и его сторонников. Они обрушиваются на полуязыческий быт своих прихожан, на веселую, разудалую Русь. От Рождества до Богоявлений гремит праздником по Волге. Браги моря разливанные, по домам ходят ряженые в масках свечинах, косматые и зверовидные, позади хвосты привязаны, носят с собой лошадь из лыба, украшенную шелковыми, расшитыми полотенцами и колокольчиками. А кто вырядится в быка Тура, это табыча остался от культа Бога Ерилы, и поет непристойные песни. Ой, Тур молодец у ладои, он из города Большого вызывал девицу красную, и на травке поборося, ой, дит лада, поборося. В праздник вознесения со всех села деревень съедется народ на лусь перед монастырем. Корчмары с кабаками и всякими сьянами петеви прибудут, божаки с учеными медведями и собаками соберутся, с комаров и в лесинах, в бубны бьющие и в сурны бьющие, зазывает людей на зрелище позорное, сыплет прибаутками, высмеивая и попов. Любит народ скомароков и начальство даже их под защиту берет. И вело слабеет, по словам Неронова, род человеческий от многих прелестей сатанинских и от церкви отвращается. Не нравится ему, что народ на качелях любит качаться, что на кулачках по праздникам дерется, что хранит языческие обычаи, березам поклонясь. Сносят жены и девицы под дерево ясно всякие, в ладоши плечи, песни поют, пляшут, а то и севают березу вверх и в кольце, и сквозь все кольца целуются. Жгут костры, и всю ночь до восхода играют, и через костры скачут. Ревнители благочестия, как спожи называли Неронова и его единомышленников, связывали в единый узел и язычество и пьянство, неблаголепие церковной службы и сквернословие, бесцидные, самой позорной нечистотой языки и души оскверняют, нерадение покопа, свободу нравов, нежелание молодых крестьян венчать в церкви. В писаниях морализаторов XVII века, которых народ называл святошами и ханжами, почти ничего не говорится о трудолюбии и предприимчивости русских людей, об их высоком чувстве собственного достоинства и большом художественном таланте. Изголодавшаяся в смутное время по мирному труду, Русь пахала землю, возводила каменные и рубила деревянные храмы, украшала свои жилища чудесной резьбой, осваивала сибирские просторы, писала иконы. Каждый третий на Руси был искусником, либо живописцем, либо резчиком, либо вышивальщицей. Но имена их редко запетливались на бумаге, все это было обыденным, привычным. А на бумагу заносились события исключительные, войны, убийства, разбой, смены и деяния правителей, политические схватки. И бесчисленные обвинения, и обвинения. А обвинения, какими бы они ни были, правдивыми или клиоритическими, содержат в себе одно отрицание. Нижегородцы не были одиноки. Из других городов в Москву сыпались челобидные, в некоторых и сами епископы обвинялись в недостойном рвении, в недостаточном рвении, недостойной личной жизни. И Москва откликалась с грозными указанными грамотами. Ко времени изгнания вакуума из лопатищ верители благочестия уже прочно осели в столице, а вакуум уповал на их поддержку и не ошибся. Какой недавно случилось в Москве, случились большие перемены. Скончался первый царь династии Романовых Михаил Федорович. И на престол вступил его 15-летний сын Алексей Михайлович. 28 сентября 1645 года из золотой палаты к Успенскому собору двинулась пышная процессия. Впереди ее шел поддерживаемый двумя дьяконами протокол Благовещенского собора Стефан Ванифакир. На голове он держал золотое блюдо, на котором лежали святые животворящий крест и святые барны. Следом неслимана махалу шапку, кипитер держалу. Царские регалии сопровождало множество дворян в золотых одеждах. во главе с боярином Василием Петровичем Шереметьевым. Потом Стефан Ванифакир вернулся к юному царю, который с громадной свитой уже отправлялся в Успенский собор, где патриарх Иосиф должен был короновать его по чину венчания прежних царей. И снова впереди пошел протокол Стефан Ванифакир, кропя капский путь. После коронования под приветственные клики своих подданных, осыпаемые золотыми деньгами, царь в тяжелом облачении уже со скиптором и державой в руках стал обходить Кремлевские соборы. В Архангельском он поклонился гробу своего отца, могилам всех русских великих князей и царей. В Благовещенском выслушал поучение протокол Стефанова Ванифакива. Безвест негаселевый Епатер начинает играть очень заметную роль, ибо он духовник царя. Историк Мчиски писал, что одной ногой Алексей Михайлович еще крепко упирался в родную православную царину, а другую уже занес долг за ее черту. Главный воспитатель его Борис Иванович Морозов смело вводил в царский обиход западную новизну. Духовные же наставники воспитывали царя строгом благочестия, и о тонкостях церковной службы он мог поспорить с любым знатоком. Стефан Ванифакив при охоте молодого царя в тени назидательных книг докладывал ему о всех церковных делах и знакомил с людьми, которые добивались укрепления церковного порядка и распространения благочестия в народе. Так постепенно сложился кружок ревнителей благочестия, в которые входили и сам царь, и его духовник Стефан, и нижегородский под Иван Неронов, и молодой, но влиятельный царский постельничий Федор Михайлович Остищев, и, наконец, Никон. Никон был некрасив, но отличался величественностью и красноречием. Он увлекал царя и его духовника страстными речами и рассказами о своей необычной судьбе. Перебравшись в Москву по приглашению купцов, Никита Нинин после неожиданной смерти всех своих детей уговорил жену подстрижься в монастырь, а сам удалился в Анзертский скит на Белом море и тоже подстригся в монахе под именем Никона. Властный инок не ужился с братьями и покинул обитель. Оказавшись, в конце концов, в бедном, кожоозерном монастыре, Никон очень быстро был выбран игуменом. Затем в большую стройку он стал часто бывать по делам в Москве. Молодой царь, познакомившись с Никоном, уже не захотел расстаться с ним и сделал его архимандритом московского новоспавского монастыря. Мало того, царь поручил ему рассматривать прошения обиженных в суде вдов и сирот. Каждую неделю Петер встречался Никон с царем, каждую неделю он выступал в роли защитника сирости убогих и с этого началось его головокружительное восхождение на вершину власти. В 1647 году состояли с матрины самых красивых девушек государства. Царь надумал жениться. Из двухсот девушек выбрали шесть прекраснейших. Из шести царю приглянулась одна Эфимия дочь Рафа Скиловского. Получив это известие избранница упала в обморок. Царскую невесту только договорили и вместе с родными послали в Сибирь. Не без оснований поговорили что все это дело рук боярыня Морозова который вскоре послатал царю Марью Ильинистину и Вославскую а через десять дней после свадьбы женился на ее младшей сестре Ане Ильинисе. Влияние родителей благосессия царя было огромно. В делах царковных он редко что предпринимает не посоветовавшись с ними. Даже свадьба Алексея Михайловича по настоянии его духовника Стефана Ванифатьева прошла без шумных торжеств без традиционных свадебных обрядов и песен. После венчания молодые сразу же уезжают на богомолье в монастыри. На этот год появляется в Москве сельский полк Аввакум со своим семейством. Он впервые в столице. Деревенский житель наверное с восторгом разглядывает богатые церкви хорома, озирается на пышные боярские выезды, удивляется многолюдству и шуму московских торгов. Но он в рядах не называет его, не хватает запола. Что возможно еще попа, у которого всего богатство лапанная однорядка да гуменцов под засаленной спуфью. Спрашивает о вакууме, не знает ли кто, где тут найти межгородского попа Ивана Миронова. Саша слышали, кричал попу Казанской церкви, книгу Маргарит народу читал, царь его уважает, а живет в попном дворе постельничего Федора Артищева. Неподалеку тут за Боровицкими, на углу Знаменки Емоховой. Передние ворота Артищевские высокие, крытые, резные, на верхней доске чесной крест. Из забора дома не видно, собаки во дворе лают босовито, зло. Караульчик в окошко выглядел кто-то какого и откуда двор вельможа большой. По краям все избы, повалушки, тени, кибани, а в глубине палаты каменные, двухэтажные, с высоким крыльцом, пузатыми столбами. Ввела вакуума наверх в крестовую. Вошел, перекрестился перед образами в богатых, украшенных самоцветными каменями ризов и резных золоченых иотах. Никогда прежде не видывала вакуум такой лепоты в домах. Погриделся вся палата и стены и своды расписана красками. Травы, птицы, звери чудные, заморские, видать, и в окнах слюда окрашенные, а стылья золоченые, ножки витые, тонкие, здесь страшно, раздавишь. Углядел в соку зеркала, подошел и с удовольствием стал всматриваться в свое отражение. Волосы русые под кухей сваляли, но лицо чистое. Серые глаза под сросшимися бровями посажены глубоко, смотрят дерзновенно, дерзко, нос не длинен, не короток в меру, могучий подбородок бороду вперед подает. Расправила вакуум плечи, однорядка на груди накинулась. Бог ни силой, ни ростом не обидел. Заметил, в зеркале движение обернулся, стоят двое улыбаются, смотрят. Одного с медным крестом на груди, а вакуум сразу узнал. Иван Неронов. Только постарел он, борода вся седая. И тот сказать, давно шестой десяток пошел. А второй в белом кафтане и красный с океаном сапога совсем молод, лет двадцать будет, еще бороды хорошей не завел. Молодой стерц и саллыбку смиренно подошел к вакууму. Благослови и отче. Кедр ищу своего преданного слугу любил не только царь. Никогда он не лез на вид, никому местом своим глазами колол, всех врагов примирить старался, правду говорил не злобно, всем обидчикам своим прощал и даже на поклон к ним ходил смиренно мудрый. Наш «А вакуум сын Петров из Нижегородских пределов», сказал Неронов со значением и артища поплоскал взглядом. Вот прибрех начал рассказывать о вакууме. «Сын боярский Иван Родионов гору меня отнял, а меня выбил с его ограби за единогласие. Бои иные все то долго где поешь единогласно, нам где дома не дошут». Артища с Нероном переглянули. Уж не раз артища докучал о том царю Алексею Михайловичу и патриарху Иосифу, да патриарх опасаясь как бы церкви от долгой службы не запустели. Все разрешает петь в два, а по нужде в три голоса. «Ничего, дай срок, найдем управу на твоего Ивана Родионова». Неронов свалил молодого нижегородца к царскому духовнику Стефану Ванифатию. Приветливо встретил Стефан земляка, благословил образом святого Филиппа Митрополита и подарил книгу проповедей по учению Крема Сирина, только что полученной с московского печатного двора, а вакуум протел ее не отрываясь и ходил как в тумане несколько дней. Филийский проповедник навевал настроение тревожное, пугал концом мира и пришествием Антихриста. Прошло некоторое время, при отделе о вакууме повели наверх государю. Алексей Михайлович, которому тогда было всего 18 лет, еще не приобрел мужественной уверенности и больше слушал журчащие благостные речи своего духовника, грамматически напряженные рассказы картинного Никона, яростные обличения Наронова и гельные замечания Морозова. Сказал слово и о вакууме, может он говорил о поразившейся его странице Сифрема Сирина, читал их на память и обнаружил свой дар вплетать в богословские распуждения примеры извиденного. И делал это так красочно, что тысячелетние церковные проблемы точно собросали родной русской плотью, а события реальные получали апокалиптическое звучание. В этом случае, сочная и страстная речь его не осталось незамеченной, и государь почал всех мест знать его. А вакуум приобрел в Москве небес тайной мысли получить повышение, заручиться поддержкой для расправы со своими врагами. сбылось только последнее. Отцы Стефан с Иваном послали его паки на старое место в Лопатище, но с грамотой, которая должна была привести в трепет местных начальников. Ревнители благочестия еще не были ситильны, но великие перемены уже надвигались. Не пройдет и года, как Наронов, старания Ванипайки Бертищева окончательно переберется в Москву и станет протокопом Казанской церкви на Красной площади. Никон же будет поставлен митрополитом в Новгород, получит самые обширные епархии на Руси и станет богаче самих Морозовых, Юсуповых и Строгановых. Через три года патриарх Иосиф будет жаловаться царю, что не он, а Ванипайки с его окружением распоряжается церковными делами. А пока вакуум притащился на старое тепелище. Почти год ушел на обзаведение новым хозяйством. Сельский священник от службы и церковную усадьбу получал доходов рублей в тридцать. Деньги по тем временам немало, если бы не обзаведение, не громадная семья и не десятая часть, полагавшаяся епископу. Собирали налог чиновники из архиерейских дворян и боярских детей, наглое, по памяти церемонившиеся безобразники и вымогатели. Такой всегда найдет какой-нибудь непорядок и урвет втрое. Пришлось расстаться по учению нефрема Сирина с книгой, подаренной отцом Стефаном. Обменял ее вакуум на лошадь, который поручил заботом 15-летнего брата Ефимии. Долго потом жалела вакуум об этой сделке, и вовсе не потому, что продешевил, лошадь стоила полтора рубля, а на получение цена в Москве в овощном ряду до трех рублей подскочила. Не богоугодно это дело, да и книга самому нужна, хорошая книга. Не раз он собирался вернуть деньги двоюродному брату, тоже папу, у которого была теперь книга. Да все нужда не пускала. А вакуум поклялся отцам в Москве, что будет ревновать во Христе и стараться о благочестии, однако его усердие снова воздвигло бурю. Пришли летом с его лопатичи скоморохи с весовыми медведями, с бубнами и домрами народ потешит. Остановились у околицы, хары натянули, играют, языки чешут. Медведи, лапы вверху топчутся, кружатся, народ смеется, полушки в колпаки скоморосятся и плескоморохам. И тут откуда не возник лопатичинский пол полтора ивана мазучий налетел с палками скомороха в бубны и домр и вырвал и взломал. Громадные медведи стали рычать, чтоб на них одного палки по голове так ударил, что тот слаб удалось, еле ожил потом, а другого отнял из коморохов и с воли отпустил. Скоморохи кинулись в рабовки, где в это время свистали корабли большого боярина Василия Петровича Шереметьева. Он с сыном с людьми своими и стрельками пролил по Волге в Казань, куда назначен был стартским воеводой. Скоморохи ему чулон делал, так, мол, так, и заглядел попал в вакуум. Воевода нахмурился, а ну подать сюда, попа, ищище молодого ханжа. Московским святошем уподобляется. Не так-то всем царят света отгородили. Протокоп благовеченский говорит всюду, что Бога Саваоха видел, беса он видел, а не Бога. И на глазах свете артища в московских царквах заводит, ноги гудом гудят от стояния. Протокопа Ивашкина Ронова, что ныне в Казанской слюной брыжит и народ смущает, Чедор Шереметев, когда в Нижнем воеводах был, недаром сперния держава приказывал бить нещадно батагами. Судар видно бит ему не имется. Ярость боярами уже била через край. А, тут еще Иван Родионович, непременно встречавший больших бояр в работах, наклепал на вакуума и жару подбавил. Долгом пронял Шереметев попа, которого в Сельси привела крик ему на судно. Потом взятый упал на сына Матвилия, ровесника и любимого столника царя, с любопытством рассматривавшего попа-богатыря, о котором он уже был наслышан от старшего брата Ситра. Брат года три назад женился на дочери столника Федора Волынского, владельца тела Григорова. Скользнув взглядом побытым щекам своего щеголеватого сына боярин Ситра прищурился. Помнил, как сам скоблил щеки, когда был помоложе, и как еще при патриархе Тиларете Святоша Ивашко Неронов заобедом у царя стал поносить его и других бояр, кричал, что бритье обычай иноземный, варварский, и что они похожи на девок шлюх, которые, потрясая рогожными подстилками, зазывают честных христиан. Намек на мужеводовство был до того обидный, что тогда они еще в семьях сбили Ивашку с ног и, ухватя за бороду, выволокую на двор, отвозили как надобно. Новый государь по навещению того же Неронова считает бритье еретичеством. А ну-ка, попе благослови моего младшенького, приказал боярин Весельчак и умница, что было отмечено даже секретарем Горщинского посольства Адамом Алиарием и в его знаменитых записках. Не дам благословения, глухо на твердо сказала вакуум. Господь создал нас по образу своему, он снил пальцем в сторону Матвея, а те образ глудолюбивый, какого врага юридика послушав бороду то остругал. Боярин был доволен. Воду его стрельцы, закричал он, воду его, и попить как тщенка. А вакуум мигом оказался в воде. Плавал он, как всякий волжанин хорошо, да только люди воярки не дали уплыть. За волосы схватили и, ну, окунать. Протомили долго, пока весь не потенел и пузыри не стал пускать. Потом отпустили. Ревнители благочестки торжествовали. Добили комиссарского указа запрещающего игру скомарохов. И музыкальные инструменты делено было из замок и сжимать, и сжигать. И жгли, и жгли, и жгли вазами, но так и не могли вывезти и весели на Руси. Ощущая поддержку из Москвы, лопатичинский поп действовал круто. Мог и прибить, и на цепь посадить. Ох, и ненавидели же его те миряне, что заскучали от такого житья. Правда, геногласа ревнители не добились. Хоть и ругал на соборе царский духовник Ванифати убранными словами епископов. «Волки и губители!» кричал он. Но епископы не собирались обсудить от церкви прихожан единогласием и лишащих доходов. Они потребовали предать Ванифати во суду за оскорбления, однако царь не разрешил. Ни мыком так капанем ревнителей добивались своего. Постепенно у кормила церкви становится Нижегородская знакомца Вахума Никон Митрополит Новгородский. Бывший егумен Макаревского монастыря кормили Митрополит Казанский. То архиепископом стал, то епископом. А на соборе 1651 года введено было и единогласие. По шесть часов длились церковные службы на Москве. Ноги у всех болели, спины разламывало. А что поделаешь, царь с царем тоже стоят. Некогда послов князя Владимира пленяла красота храмов и стройной срезонтийской церковной службы. Ревнители благосестей во главе с царем добились еще большей стройной великолепия. Вели растяжные наречные пения, а уж об украшении церквей в стране, где многие крестьянские избы были произведениями искусства и говорить не приходится. Казалось, всюду преуспевали ревнители даже в своих намерениях сократить пьянство на Руси. Указ 1647 года ограничил продажу вина и предписал закрывать по праздникам кабаки. Никон ратовал за государственной монополией и у себя в Новгородской епархии запретил продажу водки во время масленицы и поста. В Костроме друг Неронов, протокол Даниил, вообще добился закрытия кабаков. Протокол Логин в Муроме, Ермил, Верославле, Священник Лазарь, в Романове и Дорисогрепске. И они яростно проводили в жизни начертания москвичей, читали прихожанам книги вербовали сторонников. Но недовольных было больше. Горожане откровенно выражали свою ненависть, а воеводы делали вид, что не видят назревавших бунтов. Стративый характер Авасума раздражал начальников. Некий Ефимий Стефанович приехал со своими людьми к его двору, стрелял из звуков и спищались приступом. На другой день обидчика скрутила какая-то хвость. Прибежали от него звать Авасума. Батюшка государь, Ефимий Стефанович прикончили и кричить неудобно. Блед туда и охает, а сам говорит «Дайте мне батю Авасума, за него Бог меня наказует». Авасума душа спятки ушла. Думал обманывать его, выманить хотят. Либо задушат, как митрополита московского филарета, либо зарежат, как зарежал царь Ирод, отца Иоанна Пресечи с пророка Захарию. Поехал все-таки на дворе Неонила, жена начальника встречаются. «Пойдет, государь, наш батюшка, погибся, свет наш корнеет». Еще дно удивлялся Авасум. Да, еще был сын, а это перво батюшка. Неонила вела его в горницу и Симе Степан испол спирины и бух в ноги Авасуму. Тот уж совсем обладел собой и грозно попросил, «Хочешь ли встреч с тобой быть не честной ночи?» И Тимий Степанович не мог даже встать в полу. Авасум поднял ее на руки, как ребенка, уложил в постель, исповедал и помазал маслом. Он не раз уже пользовался так больных и некоторые выздоравливали. Вскоре Тимий Степанович поправился и Авасум еще больше уверовал в свидетельные силы помазания лампадным маслом, как верили в целительную силу возложения рук средневековые французские короли. Но тех, кому доставило Авасум становилось все больше, и они изгнали его из лопатищ окончательно. Ему было уже за 30, когда он в другое сволохся к Москве. На сей раз Авасум получил в столице поддержку не только моральную. Своего эстерного сторонника царевителя благочестия делив дворцовый круг. Он был област царем, получил должность в женскую половину дворца, где восхищал царицу Марии Иллиничной и ее боярынь своим богатырским видом, пугал горящим взором и натворительскими рассказами о своих страданиях. Сверзая все возраставшим авторитетом, он пристраивал младших братьев, кого попом в дворцовую церковь, кого соломщиком. Сами бояре подгадывали на него уже с опаской. Вхож к царю, мало ли чего наговорит. Шереметьев, ежедневно бывавшая всеми хересарскими палатами в ожидании выхода государя, поспешили помириться, прощались с Аввакумом. Жена Василия Петровича даже стала потом духовной дочерью Аввакумова брата, попа Благовещенского собора Герахима. Вскоре Алексей Михайлович повелел поставить Аввакуму протокопом в Юрьевец Павловске. Протокоп это высший сам, которым мог достигнуть белый поп. Аввакум очень гордился. Ведь царский захоронник Стефан был протокопом. В Юрьевец он выехал со всеми своими чадами-домочадцатами, человек двадцать семьи и служб кормились теперь Аввакумовой службой. Юрьевец родины Ермака был построен князем Юрием Севолодовичем у слияния Унжи с Волгой еще в тринадцатом веке. Ну и большая часть города лежит ниже уровня Горьковского моря, волны которого бьются о громадную дамбу, возмешиваяся над домами. Волой рвы старой крепости на Георгиевской горе поражает своими циклопическими размерами, но и во времена в вакууму они уже были всего лишь исторической достопримечательностью. Новая крепость Деревянный остров стояла на Пречеченской горе. Межкрепостей на Печеченской горе Стрелецкая Слобода 45 дворов. Внизу на посаде дворы воеводы венского старостя дьяков судей тюремного начальника и палата палача Никиты Фидорова. Тут же соборная входа Иерусалимская деревянная церковь. Один из деревецких протокопов жаловался, что тюремное место близко церкви и от тюрьмы дух бывает и всякая нечистота течет и просил перенести за стенок. В Юлице было еще 13 церквей подначальных протокопов, 2 женских и 4 мужских монастыря, сотни монахов и монахин, 57 лаук, 16 кузнец, 13 рыночных полков. Юричане ежегодно давали во обиход царя и патриарха 21 осетра, 50 белорыбец, 70 больших стерлядей, которые отправляли к столицу живыми в прорезных струнгах по окей Москве. Горожане торговали хлебом, мясом, крошеминой, железом, чепетильным товаром. И всякий в этом большом городе и попы, и их прихожане был обложен разными подоками, за исправное внесение которых в казну патриарха приходилось отвечать и просокопу, потому что город входил в патриаршую область. Утвердившись, пятиглавой соборной церкви, при которой была колокольной на столбах шести колоколами и часами боевыми, портопопа вакуум сразу же понял, что в богатом юринстве не хватает всего точки зрения главного благочестия. В Комарокине дяди живут здесь припеваючи. Возле Богоиленской церкви у могилы Симона Блаженного, ходившего по преданию по воде через Волгу, вкликуши суют лживые пророки. Дети боярские в карчмахах в дверь до исходнего проигрываются, а потом церквичами берут другу голову, проламывают. Многие невенчанные живут, в церковь не ходят. А откуда порядку быть, если сами попы на стороне похоть исполняют, если мужики с женками в одних банях моются, и туда заходят монахи с монахинями. Сурок оказался пропопок к волным нравам юринства. Ни вне от него нет покоя горожанам. Питом мало. Встанет за долго до света, да будет огня, и книгу читает. Заутренне приспеет, панамаря не зовет, сам идет звонить. Панамарь бежит со всех ног, отдав ему колокол, а вакуум идет в полуночную служить. до заутренне успевает сказать облегчительную речь. Заметит среди прихожан провинившихся, заставляет прощение просить. Наказывает, а который дурует, тот на цепь добро пожаловать. Не раздувай у них, кого у меня скажет аватом и потрясет громадным кулаком. Заутренне у него длинное, у всех дела, а не идешь. Потом возьмет у воевода пушкарей, которые за военной ненадобности превратились в блестителей порядка, и пойдет по городу искать провинившихся. Попор блудневых заборов вытаскает, из сожительствующих незаконно пар под венечную посину выковачивает, а бедный отслужит и читает поучения. После обеда по улицам хоть шаром покати, вся рысь спит и протокоп отдыхает. Поужинав после вечерней, Авакум долго молится, кладет поклоны. Погасит свет и в потемках еще поклонов тысячу сделает. И протокоп из Анастасия Марковна снимет, если арабятка у нее не пищат. На восьмой неделе пребывания Авакума в Юрице горожане не выдержали. Первая увещевали протокопа, жаловались воеводе Денису Максимовичу Крюкову, но тот сам недавно был назначен из Москвы и Авакум ослушался. Тогда разразился бунт. тысячи с полторы человек бросили к патриаршему приказу, где протокоп вершил свои дела. Мужики с палками, бабы с ухватами, попы всех 14-ти с арквей вытащили Авакума на улицу, били, катали и полумертого бросили под избной угол. Боевода нактор собрал пушкарей, живущий тут же в посаде и бросился на выручку, разыскав Авакума. Они учили на лошади в протокопах двор. Узнав об этом, горожане сново взволновались и подступили к двору, у которого воевода высылал заслон из пушкарей. Особенно мистовствовали попы и бабы, которых протокоп унимал от блудения. Убить, убить вора, да и тело собакам в рог кинуть, кричали они. Лишь на третий день Авакум немного оправился и, покинув жену, детей и домочадцев, ушел к Москве. Путев лежал через кострому, где он узнал, что местного протокопа ревителя благочестия Дмила, взбунтовавшиеся костромики с попами с комарохами во главе, били смертным боем в присутствии умывшего руки воеводы Юрия Аксакова. И случилось это едва ли не в один день с событиями из Юрьевца. Оборванный, измученный, Аввахум тот же сидел со Стефану в Анифакеву, но почувствия не нашел. А почему ты церковь соборную покинул? Просил его осуждающий протокоп Стефан, но оставил ночевать у себя. Ночью зашел к своему духовнику благословиться царь Алексей Михайлович и увидел Аввахум обстылил. А почему ты город покинул? Со всех сторон оказался виноватым Аввахум и ко всему крутина. Как там Юрица жена, дети, домочадцы, неведомо живы, неведомо прибиты, горе. Чего добился в жизни Аввахум? Прихожане его ненавидели. Милость сильных он, казалось, потерял. В середине XVI века Иван Грозный взял Казань. А в середине XVII русскими людьми уже были пройдены Сибирь и часть Дальнего Востока. Уже срублены на новых землях города, уже дала хлеб сибирская земля. Всего за 100 лет создано самое большое в мире государство. Освоено пространство, которое давало русской нации возможность готовить себя для великой будущности. Чем объяснить этот взрыв? Что заставляло землепроходцев подвергать себя неисчислимым страданиям и лишениям? Только ли стремление к наживе и железной воле воеводов? Почему русские люди по времени были полны чувства собственного достоинства и даже надменность в своих отношениях с европейцами? Вспомним хотя бы как трудно было послам добиться приема у царя или обычай мыть руки на глазах у послов после рукоцелования, что вызывало у иностранцев скрежек зубовный? Не ответив на эти вопросы, нельзя понять раскола, нельзя понять пути, которые привело вакуума и многих других к духовному бунту и смерти на костре. Говоря о музыке московского царства 17 века приводят немало примеров полной подчиненности всех и вся интересам державы, указывая на абсолютную власть московских государей. Но одним этим объяснить успехи московитов нельзя. В поисках ответа у глубинца в истории еще на двадцатолетия. Московская Русь, собиравшаяся Иваном Калитой, вдохновленной идеей независимости, упрощившая свое положение победой на поле Куликовом, отстраивалась заново и расцветала. Крохотное княжество, казавшееся незаметным рядом с Литвой, Золотой Ордой и Новогородской Республикой, очень быстро стало крупным государством. Василий Темный бывал в плену татар и своих родственников, а в союзе с его сыном Иваном искала священная Римская империя. Прежние идеи сыграли свою роль, теперь нужна была новая идеология, которая отвечала бы чувству силы и превосходства, новым ощущениям, навеянным недавними победами. И такие идеологии создали. По сути своей религиозная другой в той эпоху и бытий могло, она была направлена на воспитание патриотического чувства. Как только турки взяли Константинополь в 1443 год, великого князя Василия Васильевича Темного стали называть благоверным и боговенчанным царем, считая его преемником римских цезарей и византийских базилевцев. По легенде, римскому царству, в котором родился Христос, предназначено было существовать до скончания века. Но Рим погиб и царьград называли вторым Римом. Теперь пришло время Москве стать Римом третьим. За полтора десятка лет до падения второго Рима византийские императоры и патриарх признали верховный авторитет Папы. Москва даже тогда твергла имя с Римом. Вера в особое положение русского народа сложилась уже в первый век после принятия христианства. И в слове о законе и благодати XI век митрополит Иларион утверждал равноправие Руси с Византией. Около 1461 года в слове об Восьмом соборе после описания гибели царьграда гордо возвещалась «А наша русинская земля растет и возвышается». Иван III женится на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолог и принимает новый герб черного двуглавого орла соединив его с прежним московским гербом изображением Георгия Победоносца. Подготавливается обоснование права великих князей на царский венец. В легендарно публицистическом сочинении о великих князьях Владимирских рассказывается, как император греческий Константин Мономах снимает же от своей яглавы царский венец и дарит Владимиру Севолодовичу, посылает же и ожерелье стилич святые бармы. Иван Грозный уже выводил свой род от Пруса брата римского цезаря Августа. Прус смол правил Пруссией и будто бы оттуда пришел ее потомок Рюрик. На Ивана Грозного был впервые официально возложен царский венец. Русская церковь стала считать себя первенствующей во всем православном мире. Сочинена была повесть о белом клобуке, дарованном будто бы императором Константином папу Сильвестру. Из Рима клобук это высокий монаховский головной убор с покрывалом. Позже попал в Константинополь. Многие века, бывший центром православия оттуда, передан в Новгород, в Светлую Россию. Стоглавый собор 1551 провозгласил тридцать новых русских святых. В третьем же Риме, еже есть на русской земле, благодать Святаго Духа Восья. Лет через пятьдесят после взятия Константинополя турками, царь Псковского и Лазарова монастырях Елафей писал великому князю Василию Ивановичу «Гляди и внемли благочестивый царю, яко вся христианское царство снедоша сего твое едино, яко два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому небыти. Уже твое христианское царство и нем не останется по великому богослову». Селофей Девар как и многие другие за время в конец света, считал Русское царство последним царством в истории и был уверен, что сгибелью Руси придет конец и всему миру. А раз четвертому Риму не быть, то и сама Москва Третий Рим должна стать красивейшим городом в мире. В том, что она раскинулась на семи холмах, как Рим и Царьград, наши предки видели знамения. Теперь уже известно, что Москва в XVI-XVII веках строилась нестесильно, а по единому плану. Как и у патолептического горнего Иерусалима, у Москвы было с восток трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Высота колоколин, башен, пропорции зданий все было строго соразмерно и символично. Никому не разрешалось возводить палат выше трех этажей, дабы не загораживать вид на храмы и не портить ценные картины. За десяток верст кутнику открывалось великолепное зрелище тысячи цветных церквей, стекавшиеся к Кремлю. Москва была явлением единственным в своем роде. Учреждение патриаршества на Руси была крупной победой искуснейшего политика Бориса Годунова. В документе подписанном Константинопольским патриархом Иеремией от имени Православного Востока есть упоминание о Третьем Риме. Четыре восточных патриарха Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский прожевали под властью турецких чиновников. Они пресмыкались перед турецкими властями, занимались интригами. Бывали годы, когда очередной патриарх месяца не мог усидеть на престоле. Соперники пускали в ход клевету на леты и даже яс. В России авторитет некоторых греческих иерархов стоял очень невысоко. Они приезжали в Москву клянчить деньги, иконы, облачения и сами привозили якобы старые иконы, книги и мощи, а в действительности подделки сфабрикованные самими святыми осами. Патриарх Макарий Антиохийский как-то выторговал саболей на 6 тысяч рублей, но наезды были часто, и русское правительство даже нормировало милостыни. Патриархам давали не более двух тысяч рублей, епископам меньше, и так по нисходясью. В виде патриархов приезжали купцы и всякие авантюристы, которым для того, чтобы побольше получать подарков в богатой Москве, присваивали духовное звание. Греки занимались всевозможным мошенничеством, продавали спекляшки, выдавая их за драгоценные камни. Иерархи торговали разрешениями на развод, духовными званиями, и по выражению крижаните готовы были продать нам тысячу раз Христа, коего Иуда продал лишь один раз. Но если отношение к грекам порой было полупрезрительное, то дело с греческими книгами и обрядами обстояло не так просто. С греческих первоисточников когда-то были сделаны переводы священных книг. Греческие обряды вошли в обиход русской церкви. И хотя после падения Константинополя многие наши книжники утверждали, что теперь не русским следует учиться у греков, а грекам у русских, единого мнения в этом не было, как в прежние времена. Так и у родителей благочестия во времена Алексея Михайловича. Царь, артищик, никон, общавшийся с греками, читали, что русские церковные книги испорчены и потому нуждаются в исправлении по греческим подлинникам. Эта традиция шла от Максима грека через филарета, Дионисия. Знатоков греческих текстов в России было мало. Пытаясь наладить работу с греческими подлинниками, Федор артищик пригласил из Константинополя в Москву архимандрита Бенедикта, считавшегося доктором богословия. Но он оказался жуликом, подделавшим бумаги, которые удостоверяли его личность. Западная Русь, входившая в сосках речи посполитой, уборно боролась воспоминникателями, которые стремились окатоличить православное население. Под покроем религиозных одеж ввелась яростная коленика с иезуитами по всем важным проблемам национальным, общественно-политическим и культурным. Западно-русскими православными писателями был накоплен громадный опыт, которым не замедлила воспользоваться Москва. На царковно-славянский язык были переведены и опубликованы в Москве такие западно-русские субъективические сборники, как Кирилова книга 1644 год и книга о вере 1648. Этими книгами засчитывались химикам и аватум. Киевский митрополит Петр Могила уже провел у себя царковную реформу. Прибуде западно-русской обрядной с греческой, чтобы успешно бороться с католицизмом, он создал условия для быстрого расцвета просвещения. Выросло новое поколение западно-русских писателей-профессионалов, вооруженных достижениями тогдашней науки, холостической философией и диалектикой. Алексей Михайлович написал в Киев, славившийся своими учеными, и просил прислать в Москву священно-иноков Арсения Сатановского и Дамаскина Скиского, которые божественного писания ведущие еленскому языку навычны, из еленского языка на славянскую речь умеют, и латинскую речь достаточно знают. Когда же приехали с Киева Епифани славянетские, им поручили сверху русских книг с греческими текстами. Аркищев основал целое училище у церкви Федора Стратилата близ дороги из Москвы в Киев. Тут он построил монастырь и поселил в нем 30 монахов, приглашенных из Киева Сечерской Лавры и других украинских монастырей. Царский любимец сблинился с Епифанием славянетским и другими учеными-украинцами, проводил с ними иногда целую ночью в беседах и спорах. На все эти новшества немало повлияло приезд иерусалимского патриарха Фаисия, ловкого политика, покорившего старя его окружение умением мыслить широко и перспективно. Фаисий знал, с какой надеждой следили за успехами руси болгары, тербы, греки и другие православные, неизведенные турецкими завоевателями до рабского состояния. По дороге в Москву он заезжал к Богдану Хмельницкому и беседовал с ним. Красноречивый сириец Фаисий увлек своих московских слушателей картины всеправославного государственного объединения во главе с русским царем. В Никоне, который был в то время всего лишь спаским архимандритом, Фаисий увидел восходящее светило и не жалел времени для встреч и длительных бесед с честолюбивым монахом. Недаром он писал царю о Никоне «Полюбилась мне беседа его, и он есть муж благозовейный и досуж и верный царстве вашего». Слушая «Полюбилась». Паисий Никон, надеявшийся тогда на русский патриарх и престол, уже видел себя вселенским патриархом, уже распоряжался судьбами гигантской империи, которая протянулась бы от северных морей до самого Египта. В беседах между Паитием и Никоном несомненно был затронут вопрос о некоторых расхождениях между русским и греческим обрядами. Известно, что Паисий зазирал Никон, в частности, за неправильное изображение крестного знамения. Греки и все прочие православные крестились тремя перстами, а русские двумя. Это и другие отклонения могли стать серьезным препятствием на пути Москвы к вселенскому главенству. Русская Церковь постепенно уклонилась от древнего греческого обряда. Но и тот и другой плохо знали историю. Ранее христиане крестились одним перстом или 75-ю. Потом греки стали креститься двумя перстами, что и было заимствовано у них при крещении Руси. У греков было два устава, устава. В византии же в XII и XIII веках стали преобладать Иерусалимские. Многое изменилось и при турецком владычестве, а на Руси незыблемо сохранялись древние обряды. Далеко не все в Москве верили на слово Поисий. Многие считали, что греки давно уже потеряли истинное благосердие. Тем более, что приезжие греки своими нравами не внушали никакого доверия. Для проверки правильности русских обрядов, в Греции был постом ученый-богослов из строителя Сергия Лавры Арсений Суханов. Поисий привез с собой в Москву ученого-богослова и переводчика тоже Арсения, которого с радостью взяли на службу. И снова москвичей постигло жестокое разочарование. Поисий, лишь опоторговавшись самим царем, выпросил на четыре тысячи соболей и уехал, но разоблачал все оставлено им Арсения. Этот авантирист жуков огнепальный. Поисий привез с собой в Москву ученого-богослова и переводчика тоже Арсения, которого с радостью взяли на службу. И снова москвичей постигло жестокое разочарование. Поисий, лихо поторговавшись самим царем, выпросил на четыре тысячи соболей и уехал. Но вскоре в Москве получили от него письмо, разоблачавшее остального им арсения. авантирист, переходивший из веры веру, начиная с иудейское, на допросе показал, что в Италии он был католиком, в Турции магометанином, в Польше униатом. То же самое подтвердил и Сухана, усердно собиравший на Востоке не только древние греческие книги. Ренегата Арсения, прозванные на Руси греком, тогда же сослали соловки, но ему еще предстоит всплыть на поверхность и связать свою судьбу с судьбой Никона. А тем временем новгородский митрополит Никон неуклонно думает о патриаршем престоле, добиваяся царского уважения и доверия весьма простыми насильными средствами. В письмах к набожему царю Никон рассказывает о чудесах, якобы случившихся с ним и предопределявших его, Никона, высокое предназначение в жизни. В кофейском соборе он будто бы осяжал на своей грешной голове золотой царский венец. Во время Новгородского восстания 1650 года он рьяно отстаивает царские интересы. Восставшие, когда Никон пытался их уговаривать, ухватили его со всяким бесчестьем, а слопом в грудь ударили и грудь расшибли, по бокам били кулаками и камнями, держа их в руках. Он пишет, как избитый все-таки служил литургию. И назад больной сами, взвалясь, приволокся, и ныне лежу в конце живота, кашляю кровью и живот весь запух. Все это легкие руки русскому народу как извеченное свойство приписывают несчерпаемую терпеливость и покорность. Многожисленный расправа своего одни церковника на 17 веке опровергает это утверждение. Испомнили чувство своего достоинства, трудовой русский человек восставал против несправедливости и притеснений и отмечал жестокостью на жестокость. Наступил 1652 год. Год изгнания взбунтовавшимся народом протокопа вакуума из Юрьевса. Год триумфа Никона. Три последних года жизни патриарха Иосифа, ревнителя благочестия, фактически руководили церковью. И Никон целиком и полностью был солидарен с ними, осуществлял у себя в Новгороде их идеи, непрестанно советовался с Ванифатьевым и Нероновым. Никон даже заискивал перед царским духовником. Подарил ему щегольскую епископскую шапку, хотя это и не было положено тому, по чину. Вместе они подбирали людей на высшие церковные посты. Вместе они додумали торжества, ставшие апофеозом русского православия. Решено было перенести в Успенский собор останки патриархов и митрополитов, похороненных вне его стен. В марте перенесли тело патриарха Гермогена, замученного поляками. Затем останки патриарха Иова и наконец в Соловки за останками митрополита Филиппа едут с большой свитой Никон и князь Никита Хованский. Боярин Федор Колычев сбежал при Иване Грозном в Соловецкий монастырь и стал его игуменом под именем Филиппа. За десяток лет он так благоустроил и укрепил Северный остров, что и в наши дни не встаешь посещать гением и трудолюбим людей, которые развели неприступную крепость из волнов величиной добрый дом, соединили каналами полсотни озер, развели сады у самого полярного круга, завели в громадных палатах колориферное отопление. Иван Грозный заставил Филиппа занять престол всероссийского митрополита, но Филипп обличал опричнину и за это его заточили. По приказу царя Малютов-Скуратос задушил Филиппа подушкой. При Алексее Михайловиче митрополит был канонизирован. Никон рассказал царю, как византийский император Сеодосий-младший прославился перенесением останков Яна Златоуста в Константинополь. Мать императора Равенона смерти праведника получила за это от церкви прощения. Алексей Михайлович, считавший себя потомком и продолжателем дела Ивана Федоровского, увидел в идее Никона великий символ. Кому же было ехать за останками Филиппа, как не тому же Никону? Подобно императору Феодосию, царь вручил письмо Никону с обращением к Филиппу, которым просил жертву своего грозного предшественника простить согрешение прадеда нашего царя и великого князя Иоанна, совершенного против тебя нерассудно завистью и неудержанием ярости. В отсутствие Никона скончался патриархами Иосиф. Письмо за письмом шлет царь Алексей Михайлович Сабинному, особенному, нашему другу душевному и телесному. Доверительно соотцает о всех московских делах, просит советы и благословения. Письма Алексея Михайловича полны смирения и веры в человека, которого он просит в новой патриархе. Только двое могли с успехом претендовать на патриарших престолов. Отец духовного царя Стефан Ванифатиев Никон. Ревнители и благословицы хотели Ванифатиева. Именно в это время появился в Москве незадачливый юристский протокопол Вакум, сразу вступивший в предвыборную борьбу и страстно раковавший за царство духовника. Он так и не вернулся в юрист, несмотря на недовольство царя и Ванифатиева. Очевидно, за большими событиями о его провинности забыли, да и нужен был ревнителям в Москве горластый протокоп. Вызвали в протокопе с чадами из юрицы, поселив ее на дворе у своего благодетеля Ивана Неронова, а Вакум служил иногда в Казанской соборной церкви и на паперке читал народу книги. Уже твой выбор и твой К тому же Ванифатиев был хвор и чувствовал, что он уже не жилец на этом свете. Царский духовник прямо указал на Никона как на достойного преемника покойного патриарха. В одном из писем царь поспешил намекнуть об этом Никону. «Ожидаем тебя, святителя, к выбору, а сего мужа три человека ведают я, да казанский митрополит Корнилий, да отец мой духовный». Никон для ревнительного богочестия был наш друг, и они его поддержали. 9 июля 1652 года вся Москва встречала останки митрополита Филиппа. Вдоль дороги стояли хоры пешки, звенели колокола во всех церквах, плакали и стонали неизлечимые больные, приползшие и принесенные в надежде на чудо. «И стоял звон десять дней», писал царь. «Во все десять дней без перестания, с утра до вечера звон». Светлосияющий архиерей Никон в этом же месяце был выбран в патриархе и отрекся. Он помнил, какая власть была в руках обращившего официальный титул великого государя, а не великого господина, как его предшественники. Но Филарет был отцом царя. Никон хотел такой же власти. христианский христианский сын Никитка Минин добился своего. В Успенском соборе сам царь встал перед ним на колени и со стыжами на глазах умолял не отрекаться. «Обещаете слушать меня во всем, как архипасторе и отца крайнейшего? Дадите ли устроить церковь?» И все во главе с царем клялись ему, что обещают дадут. Привители благочестия были в соборе и клялись вместе со всеми. Но как потом напишет Аввакум, не знали они, что врага выпросили и беду на свою шею. По возвращении столового к Никон, уже знав об отказывании Патио, поспешил увидеться к царскому духовнику и другой братье, как называли себя своенравные и крутые ревнители благочестия, с поклоном и ласками. «С нами, Яко Лис!» вспоминал Аввакум. «Чего он? Да здорово! Сделает, что быть ему в патриархах, и опасается, чтобы от Коля помешка какая не учинилась». Помешки не было, и Никон был поставлен патриархом. И поспеш изменил свое отношение к прежним друзьям. Он не то что в свою келью, но и в крестовую не стал пускать. Самолюбие ревнителей, уже усвоивших придворную членливость, было уязвено. Никон сразу же возлюбил стоять высоко, ездить широко, и завел свои строгие порядки на царе Борисовом дворе, подаренном ему Алексеем Михайловичем и старшим патриархом двором. Здесь же против северных дверей Успенского собора отделались новые патриаршие хоромы, громадная крестовая палата, приемный зал главы церкви, все большими окнами и чудесными цветными израстами. А пока Никон принимает в крестовой, что в доме царя Бориса, и без заклада, как было прежде, превратники теперь уже к патриарху не пускают никого. Бояре, и те, подолгу дожидаются приема, входят в патриарху со страхом, и не свеют честь в ее присутствии. И такому человеку ревнители благочестия собирались указывать, что ему делать. Он должен был внимать прилежно глаголам Миронова и, подобно предыдущему патриарху Иосифу, с беспокойством наблюдать за их хозяйничьим. Не тут-то было. Даром, что ли, он оговорил себе право быть независимым даже от царя и его ближних бояр? Иметь дело с адским духовником Степаном еще куда не шло, но выслушать назидание от прочей мелкой сушки, вообразившей, что праведнее ее нет никого? Увольте! Знаю, что и пустосвят от тех, призвительно скажет Никон. Но сперва Никон, казалось, продолжал дело братья, расставлял всюду верных ему людей, занимался благотворительностью, строил дома для инвалидов и стариков. Поражая иностранцев, сажал за свой патриаршный стол до двухсот нищих и коллег, закладывал в церкви и монастыри. Уже на семнадцатый день после поставления в патриархе добился указа, запрещавшего продажу водки по праздникам и некоторым постным дням. На каждый город был оставлен только один ситейный дом, и в нем продажа водки ограничилась одной бутылкой на человека. и еще через четыре недели появился указ о закрытии кабаков в водчинах и поместьях. Никон хотел очистить деревню от ростовщиков, деньги в рост по большей части давали зажиточные содержатели китейных заведений. 4 октября 1632 года всех иностранцев перевели на берег Яузы, запретили им одеваться в русское платье и держать русскую прислугу. Начался поважный переход иностранцев в русскую веру. В церкви Никон завел железный порядок. Перед этим прирожденным администратором заискивали даже царские министры. А уж о страхе его подчиненных и говорить нечего. Царь Алексей Михайлович жаловал своего слабинному другу новое и новое владение, из которых патриархи чиновники выколачивали все больше доходов. Но Никон не забывал о своих старых владениях, например, города Юрьевсо. Обнаружилась недоимка и снова была поставлена на карту репутация юрьевского протокопа Аввакума, подмоченная его бегством из города. Покидая Юрьевсо, Аввакум успел захватить деньги и внес их в Москве в патриарший приказ. Это был налог из-за бракосочетания. Аввакум так усердствовал Юрица, что собирал подвенечную почвину из тех, кто жил в блуде, без церковного брака. Девять рублей, двадцать два алтына и три деньги сдал он лишних к патриаршему казначею. Зато бросив город, он не добрал на другом, и теперь его привлекли к ответу. Собрал, не собрал, до этого никому нет никакого дела. Должен платить. Нет денег, пожалуй, направешь. Привяжут несостоятельного должника, столбой, бьют палками по икрам каждое утро, пока не выколотят следуемую денег или не отпишут имущество на того, кому задолжал. А какого было тогда имущество у Алвакума? Никого, ни двора. Вот и взяли у патриарца люди направешь, били по ногам, мучили неделю с три, почти одни, без милочки, от первого часа до девятого. Спасибо выручил Степан Ванифакев, а то были у Алвакума вся в день, полный голенища крови. Наказание батогами на руке не считали бесвечным. После порти Алвакум, как ничем не бывало, являлся в дом с постельницей Муртищеву, вел бы со спасительной беседой с сестрой Анной, великой постницей, почитательницей Миронова и Никона. Смерть не батоги были темы непрестанных разговоров с вакуума из братьев. Надвигалось нечто совсем небывалое и по небывалости своей страшное. Ни на день не забывал ником своих разговоров, давних с патриархом Паитием. А тут в декабре приехал в Москву посол Богдана Хмельницкого, войсковой судья Самойла Богданович, с телобитием к царю, что принял тот запорожское войско под свою высокую руку. Нашлась ближе стала мечта Никона о целенском патриаршестве, о великой православной империи. Константинопольский патриарх Афанасий Пантелярий призывал царя и Никона двинуть раки на царьград и вернуть православию храм Святой Софии. Было из чего закружиться голове, даже такой крепкой, Он верил в несокрушимость русского государства и увлекал мечтами молодого царя. И не под этим не влиянием всегда осторожный Алексей Михайлович через несколько лет сделал заявление, ставшее широко известно в православных краях. Христос и с греческими купцами, оказавшимися на Пасху в Москве, он спросил, желает ли они, чтобы Россия освободила их от сорок. «Как может быть иначе? Как нам не желать этого?» ответили греки. И тогда, обратившись к боярам, царь сказал, «Мое сердце сокрушается о порабостении этих бедных людей, которые стонут в руках врагов нашей веры. Со временем моего отца и предшественников его к нам не переставали приходить постоянно с жалобой на угнетение поработителей патриархии, эфископа, монахи и простые бедняки, из которых ни один не приходил иначе, как только преследуемые суровой печалью и убегая от своих господ. Я порешил в своем уме, если Богу будет угодно, я принесу в жертву свои войска и казну, пролью кровь свою до последней капли, но постараюсь освободить их. Уже зрели и планы выхода Московского царства к Балтийскому морю. И принимая желаемое за действительное, Никон сокрушался по поводу не складиться в обрядах. Во всех православных странах одно и то же, только в Москве не так. Значит, здесь ошибки и здесь их надо исправлять. Вот и Епифаний Славинецкий говорит, что в Киеве все по греческому чину. Славинецкий перевел для Никона деяния Константинопольского собора 1593 года, на котором восточные патриархи согласились на создание патриарховства в Москве при условии, если русская церковь будет соблюдать все догматы православия. Как же Москва сможет руководить всеми, если будет настаивать на ошибках? И Никон принимает почти единоличное решение провести реформу. Этим он сразу превратил протокопов ревителей благочестия, своих врагов. Они верили в непогрешимость русских книг и русских обрядов. Они не верили лукавым греческим иерархам, потерявшим всякое достоинство под турецкой властью. Недаром Неронов потом напоминал Никону, «Иноземцев ты законоположения хвалишь и обычаи их приемлешь, благоверными и благочестивыми родителями их называешь. А прежде ты же сам много раз говорил, что греки и малороссияне потеряли веру и твердость, и что добрых нравов у них нет». Никон затребовал из монастырей и царствей старые богослужебные тексты, 2700 служебников, уставов, псалтыри, Евангелия и других книг для свечения с книгами, бывшими в ходу. Свечения старых славянских и греческих книг подсказало бы Никону, что большая часть расхождения с современными греческими книгами не была виной русских переписчиков и печатников. Но такой питанический труд остался лишь благим намерением. Никто не сверил новые книги со старыми, не убедился, что разношений нет. Для сверки были взяты современные греческие книги венецианского издания конца XVI и начала XVII века. Начинают сечататься новые издания псалтыри со значительными изменениями. А это был по тем временам шаг невероятно смелый. В десятках тысячи церквей миллионы прихожан сотни лет слышали слова молитв, привычных с детства, заученных на память. И вдруг эти слова, порядок слов и традиционный ритуал меняются. Их с трудом приспосабливаются к подобным переменам. Добавление или выпадение некоторых слов в молитвах воспринималось как нечто очень досадное и тревожное, как фальшивая нота в знакомом матери. В помощь Славинецкому, подготавливавшему исправление русских богослужебных книг, Никон вызвал из Соловок Арсения Грека. Собственное это ренегатство северной обители, Арсений там остался верен себе. Он так усердно молился и крестился двумя сердцами, так нахвалил местные обряды, так часто говорил монахам, воистину, братья, у нас грека, что половины веры нет, что приезжавший с Валки Никон услышал о нем самый благожелательный отзыв. Гибкая совесть Арсения Грека позволила ему мгновенно переключиться на хаянии тех же обрядов, и он занял видное положение при патриархе. Появление его в Москве подлило масло в огонь. Когда Никон, еще митрополит, вошел в темницу к Арсению, ласкась поклонился и лейным голосом попросил «Святый Патриарх Российский, благослови!» Легенда об этом пророчестве волшебном иеретическом, послужившая буртовой причиной возвышения лукавого выкреста, еще долго распространялась врагами Никона. Изменения в Псалтыре вызвали недовольство ученых с практикой с печатом двора Ивана на сетке, старца Саватия и Силы Григорьева, близких по взглядам к русску Ванифатиева и Ниронова. В ноябре их увольняют, и к важному на Руси делу надзора, запечатанным книг, приходят вставленники Никона. Никон явно не дооценил своих бывших друзей. неоднократно битые, но не сдавшиеся, упрямые, красноречивые, обладавшие незаврядными способностями и сильной волей, они оказались достойными противниками. Если бы они затеяли придворную интригу, если бы они боролись только за личную власть и влияние, то Никон, пользовавшийся безоговорочной поддержкой царя, легко развлекал бы их. И этот мелкий дворцовый эпизод едва ли бы остался в истории. Но они, начав с дворца, увлеклись своей борьбой всех – аристократов, попов, иноков и грамотных крестьян, раздули пламя, которое горело еще очень долго, и после того, как никто из зачинателей распри не осталось живых, никого. Реформаторами были и Никон и его привратники. Для Никона отрицательные последствия смутного времени казались достаточным основанием для крутого поворота. В жертву политической стратегии он готов был привести все. Его противники же считали, что устоя русской жизни лишь пошатнулись, что нужен укрепитель без коренной ломки и иностранных заимствований. «Начнете переменять, конца переменам не будет», говорил Аввакум. «Популярный старообрядческий сборник Петровской эпохи доносит до нас опасения противников Никона уже внятно и с учетом последствий реформ. Забыли они писаные, что не следует вдруг вводить иностранные обычаи, чины, председательства, отличия, почести, звания, неслыханные в своем отечестве, а также перемену в одеждах, обувях, в пищи, питье, и в совет о государственных делах не пущать иноземцев, потому что от перемен и необычных дел в государстве бывают большие и страшные смуты. Не для того не следует принимать иноземцев, чтобы отнимать у них честь, или чтобы их ненавидеть, но и для того, чтобы по совету иноземцев не произошли в государстве перемены по обычаям и делам их страны, перемены не согласны с нуждами государственными. Споры о крестном знамении в числе поклонов, движении крестных ходов и богослужебных текстов велик и прежде, но это не приводило к расколу. Теперь же протест защитников старых обрядов был усилен и недовольством народа, который связывал чиновничий и боярский гнет с усвоением правящим классом иноземных обычаев. Старообрядцы будут отстаивать не только бороды и русские кафтаны, но и старинное христианское право свободного передвижения, право земледельца на обрабатываемую им землю, на старинное самоуправление. Но это все впереди. А пока у Никона еще была возможность помириться со своими противниками, он мог добиться своего его соборным путем. Выражаясь по-современному, он мог многого достичь на начале коллегиальности, но предпочел волевое решение. Он действовал в духе времени, так поступал царь Алексей Михайлович, не создавший во второй половине 17-го века ни одного земского собора, и принимавший решение единолично. Наступил 1653 год. Не прошло и 7 месяцев со дня вступления Никона на патриарший престол, как его прежние друзья выступили против него с открытым забравом. Новая скалтурь вышла из печати 11 февраля, а на первой неделе Великого Поста в Казанскую Церковь принесли память, в которой, помимо прочего, было распоряжение Никона креститься по-гречески тремя верстами. Не безумыслом Никон поставил свое распоряжение прежде всего в Казанскую Церковь, к Миронову. Это был вызов. Именно к Миронову, а не к Манифахиеву собрались все братья. Придворный протокол уже не был их вождем. Царедворец, как никто другой, знал настроение молодого царя и поддерживал Петерь Никона. И хотя ревнители еще долго будут всылать со своих споров на Манифахиеву, он уже не их, он всяко ослабел. Авакум по-прежнему время от времени служил в Казанской соборной церкви и на паперке ее читал народу книги. Он учил к этому искусству Неронова, человека речиста и всегда имевшего многолюдную аудиторию, так как в церкви на Красной площади посреди торжища много народов по всей одни непрестанно бывает. Читали Неронов с Авакумом и Пролог, и Кириллову книгу, и книгу о вере, и поучении Трема Сирина. Неронов читал по слезой, шлипаньем, и толковал темные места простыми словами. Нероновы и Авакума приходили послушать многие знатные люди и жены, и здесь завязывались нужные знакомства, раскрывавшие перед бессмертным протокопом двери известных в Москве домов. Краснорекий начитанно сделает свое дело. Круг его знакомых расширяется, число духовных детей и знатных семей все растет. «Любил протокоп со славными знати, признается он впоследствии. Денежные дары богатых почитателей помогают ему жить с семьей довольно безбедно, справить себе и Настасе Марковне дорогие шубы, скрытые атласом и тостой. Забегая немного вперед, скажем, что да, неуместно, но на виду, Авакум прожил в Москве больше года. Правда, была у него возможность пристроиться в дворцовую церковь, носили на покойника место, но не особенно старался, и место ушло. Авакум и другие сторонники народного протолкования книг не упускали случай осудить Никоновские нововведения или пустить тревожный слух, что приводило властного патриарха в мистерство. Вызор Никона прозвучал для них зрозно. «Мы же задумались сошепшиться между собою. Видим, яко зима хощет быти, сердце зябло, и ноги задрожали». Так образно и сильно передало Авакум угнетенное состояние братья и их, оправдавшиеся предчувствия, гонений и прочих бедств. Так они ничего и не решили. Оставив церковь на Авакума, Наронов удалился на неделю всюду в монастырь, что некогда стоял в Кремле, и там молился и думал. Горнувшись, он призвал епископа Коломенского Павла, протокопова Авакума и Даниила и всю братью. И сказал он Наронов, будто слышал он от образа Спасителя, голос, поведавший ему, что России грозит отпадение от веры, что пришло время страдать и бороться. Семь дней поста, бессонницы и мучительных размышлений привели старика в таком эстатическом состоянии, когда собственные мысли вырываются из больной головы и эхом звучат под сводами палаты. Борьбу начали протокопы Авакума и Даниил, изложившие взгляды братьев обстоятельной челобитной царю Алексею Михайловичу. С этого не сохранившегося сочинения, собственно, и начинается известность Авакума как писателей и публицистов. Через всякое его челобитное, всякое послание становится достоянием широкого круга читателей, по достоинству оценивших острый ум и сироп протокопа. Тогда они за Нилом усердно сидели над книгами и делали вычиски, среди которых не могло не быть решений стоглавого собора, предававшего проклятию всякого, кто не крестится двумя сердцами. царь передал челобитную Никону, но попросил его не усердствовать, заниматься нововведениями исподволь, опираясь на церковную верхушку. Алексей Михайлович не терпел в политике никаких крайностей, и в деле оказывался тоньше и дальновиднее своих старших современников. Лишь через несколько месяцев основательно укрепив свои позиции, начали Никон свою расправу с братьями. В подачи челобитной цари не было состава преступления, но своенравные протокопы не раз нарушали церковную дисциплину. Жалоб на своеволие братья было немало. Вот этим воспользовался Никон и привлек ревнителей к ответственности. Начал он с муромского протокопа Логина, который, как и все ревнители, не слишком лазил с местным воеводой. Логину под благословение. Трогий ревнитель благочестия, посмотрев на разодетую, набеленную, на румяниную дворянку, возьми и спроси, а не набелена ли ты? Тут воевода и другая муромская знать, которым Логин давно уже встал поперек горла, вступились за женщину, кто-то сказал ему насмешливо, что ты, протокоп, хули, сбелила? Безбелил не пишут образа Спасителя, Богородицы, всех святых. Логин взвился и стал честить всех подряд. Мало ли, такими составами пишутся образа, а если такие составы положить на ваши рожи, так вы и сами не захотите, бряк вам помимо прочего. воевода тоже написал на него донос, так, мол, и так, протокоп Логин хулил иконы Спасителя, Богородицы и всех святых. Дело дошло до Никона, и тот повелел отдать Логина жестокому приставу. В июле 1653 года патриарх создал у себя в крестной палате собор для суда над Логином. Братья сполошилось. Наронов, приглашенный на собор, вступился за Логина. Он кричал Никону. За что ты отдал его жестокому приставу? Услышит пристав про свой гнев и уморит его. Как-то ты относишься к человеку, обличенному священным чином. Наронов потребовал доложить дело царю и просить его помочь собору разобраться во всем. Вот тут-то Никон и проявил свое высокомерие, в конце концов погубившее его. Мне царская помощь негодна и ненадобна, сказал он. Я на нее плю и сморкаю. Наступило тягостное молчание. Владыка, не дело говоришь. Все святые отцы и соборы призывали благочестивых царей на помощь тебе, пробормотал Наронов. А, сам уже радостно выглядывал, того бы привлечь свидетелей Никоновой держимости. Конец, конец врагу. Митрополит Ростовский Ионов, слышал, слышали и другие. Но радость Наронову была преждевременной. Хотя царь назначил по его доносу следствие, на Новом соборе собравшемся через несколько дней, никто слов Никона не подтвердил. Ни митрополит Иона, ни другие не желали ссориться с могущественным временщиком. И Наронова обвинили в клевете и оскорблении святителя. В ярость он включал, что Никон сам клеветник, что он любит клеветников и шепотников и жестоко наказывает безвинных. На этот раз Никон был очень сдержан. «Я сужу по правилам святых апостолов и святых отцов», только ответил он. Помощники Никона вмешались в спор и стали говорить, что жена Наронова неистово, а сын украл у образа Казанской Божьей Матери серьги, подаренные царицей. У ревнителя благочестия в самом деле были не лады в семье, а вакуум даже боялся за свои семьи, потому что в доме Наронова пьянствовали и буйствовали. Короче говоря, дело началось с прибирки, вылилось в грубую и детскую перебранку и кончилось мелочным перемыванием косточек. Ни о каких высоких материях и речи не было на этих соборах, имевших столь трагические последствия. Наронов укорял Никона за то, что тот поносит Ванифахева, что забыл он прежних друзей. «Доселе ты друг наш был, а теперь на нас восстал, и них ты удалил, а на их место поставил других, а от них доброго ничего не слыхать». Никон объявил Наронову, что на него подали челобитную, попы и председники его, Казанского собора, обвинявшего своего протокопа в бесстине и грубости. Наронов потребовал, чтобы челобитную прочли, читать ее не стали. И тогда Наронов стал кричать, что Никон кощуньих, празднословиц, мучитель, лжер. Теперь состав представления был клевета, оскорбления великого святителя. Наронова посадили под арест в Тимоновом монастыре, потом привезли на патриарший двор, жестоко избили, сняли с соборной церкви с кухью, что означало запрещение служить, и отправили в ссылку в Вологовский в патокаменный монастырь на Кубинское озеро. И это было только начало. Логина растригли в соборе присутствие царя. Обряд лишения сана состоял в том, что с осужденного снимали священническую одежду, остригали бороду, и клок волос на голове. Царя с Логина содрали однорядку и кавкан, он, как писал обапум, через порог в алтарь в глаза Никону плевал. Распоясался, схватя с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил. А в то время царица церкви была. На Логина возложили цепь, и таща из церкви били метлами и шелепами до Богоявленского монастыря, и кинули в палатку на голову, и стрельцов на карауле поставили накрепко стоять. А вакуум за вилом Костромским пытались еще раз воздействовать на царя, и подали целобитную. Но царь твердо придерживался обещания данного патриарху при поставлении и снова передал целобитную Никону. Даниила тоже расстрелили, били и сослали в Астрахань, где уморили в земной тюрьме. В столице царил террор. Одного за другим хватали ревнителей и рассылали их по тюрьму в другие города. В подъятие патриарства приказы ходили по церквам, прислушивались к разговорам, кто был близок к арестованным. Прихожане из страха перестали ходить в церкви, где служила братья. Царский люховник Ванипатер затаился и молчал. Расправа была жестокой, но по тем временам обычной. Надо думать, что и протокопы расправились бы с Никоном не менее жестоко, если бы не он, а они пришли к власти. Когда Наронова в цепях и цепями на шее везли по Москве, народ вышел провожать его, и многие плакали. А и совсем недавно суровых ханжей и штулственников ненавидели и даже били. Теперь же, когда власти расправились с ними, русские люди жалели их, а сочувствие был всего шаг до внимания их бунтовщицким речам. И первым стал выступать перед народом Аввакум. Когда взяли Миронова, он пошел на паперь казанской церкви читать поучения. Можно лишь догадываться, как и что говорил Аввакум. Известно, что он лишние слова говорил, что и не подобает говорите. Тот же следил за церковь патриарха с протодиаком Григорием и подзадорил казанских попов. Разве вы не умеете читать поучения народа, что даете читать Аввакум? Сами получайте! Как коршуны следили за Аввакум патриархой люди, ожидая от него неверного шага. И он сделал его. Обычно он оставался заглавенствующим в церкви во время отлучив Миронова. 13 августа воскресенье казанские попы, подзадоренные патриархом протодиаконом, отняли у него первенство. «Первенство мне подобает по приказу Батькову и Пафину. Я протопоп», сказал Аввакум. «Протопоп ты в Юрьевце, а не нам», ответил ему поп Иван Данилов. Но неверный царь Аввакума толкнуло и везленное самолюбие. Он мог бы еще примириться с казанскими попами, которые без Неронова стали прозябать, лишились корма из дворца, лишились многих богатых прихожан, и потому повали на связи Аввакума. Он делал попытки пристроиться в другие церкви, но от него шарахались, как от затемленного. И тогда, собрав верных Аввакум, стал служить в большом сарае на дворе у Неронова в Сушиле. Бывают времена, когда и конюшнее иной церкви лучше утешало в Аввакум, верных ему прихожан. Это было уже преступление, нарушение церковных правил. по храме кинулся поп Данилов на патриархский двор и сделал известно. Поп получил за донос подарок, сына его назначили в Казанский собор с дьяконом. Выяснилось, что тот же поп Иван подбил других попов, подать сил обиды на Неронова патриарху. В ночь на воскресенье 21 августа 1653 года патриарх и сольник Борис Неледенский доказал свою верность Никону, вскоре сделавшему его боярином. Через диканьем ворвались его стрельцы в Сушилов, где Аввакум считал своим прихожанам перед заутренней беседой златоуста. Полетели на землю книги. Топчая их, стрельцы стали теснить Аввакумова стада. Сам Неледенский подошел к Аввакуму, дал ему по шее, и схватив за волосы, потащил вон из царая. Человек в ссор пригнали стрельцы на патриарший двор. Никон вышел на высокое крыльцо и проклял всех, Аввакума велел привезти к себе в крестовую палату. Когда протокоповал отлик патриаршему двору, он взывал «Надежда не покинь, упование не оставь!» А как привели в крестовую, сердце загорелось. Патриарх и его дьяк Иван Какашилов пробовали убеждать о вакууме. Да куда там? Войдя в раш, он уже не сознавал, где находится. Патриарх, не патриарх, теперь ему было все равно. Знай, кофе кисеяный плевел посреди пшеницы растущей. Никон слушал его, слушал, а потом и говорит Какашилову, «Иван, Айван, худа гадина протокоп сей, намучаюсь я с ним». «А ты, государь, учни ему конец», посоветовал дьяк. «Нельзя, брат, боюсь, защита крепкая у него», ответил Никон, помня о добром отношении ко вакууму царя, царица, а чтобы протокоп не дожил до утра. Никон приказал посадить его на цепь. На рассвете авакуума бросили в телегу, привязали руки и повезли в Андронию в монастырь. Три дня сидел он в темном помещении без воды и кисти. Никто ко мне не приходил, только мамыши и дараканы, и свертки кричат, и блог довольна. На четвертый день пришел Кимуархимандрит с братьями и стал журить, что патриарху не покорился, а авакуум от писания бронил Никона да лаял. Монахи потащили его на цепь, в церковь драли, за волосы и клевали в глаза. Через десять дней его снова повели на патриархский сбор. Дело его оказалось нелегким. Богатырь авакуум яростно сопротивлялся. Наконец его ухватили за рукава, спускавшаяся по моде того времени до колен, растянули и повели по городу как разбойника. Протодякон Григорий допрашивал его о последней силобитной. Но допроса не получилось. Бронились они, бронились, пока протодиака не выругался матерно и не велел увезти Авакума в монастырь. И тогда заговорили указ Никона, великого государя Никона, о том, что протокопа Юрия Саповодского в ходу Иерусалимского дает рода и с детьми сибирский город на Лену. Иерусалим и мостовом и мостовым московских улиц, а на встрече двигалась длинная процессия с крестами. Был Никитин день, и вся знать московская с церковными властями шла в посманную свободу, в церкви великомученика Никиты. Опутанный цветами Аввакум ехал против крестов, не смея поднять глаз. Все его знакомцы были здесь, все видели его унижение. Но не зналось Аввакум, что многие глядят на него во всех глазах не с презрением, а с жалостью. И слава праведника и мученика уже ложилась на его широкие плечи. В соборе служили обедники, в присутствии царя, и Аввакум долго держали на пороге. На бедне Алексей Михайлович сошел с трона и упросил Никона не растерегать Протокопа. Видно, тронуло Аввакум сердце царя, любившего талантливых людей, да и сердобольная царица за него просила. От собора рукой подачи до сибирского приказа, где Аввакума отдали бьяку Третьяку Башмаку, будущему его единомышленнику, расспросили и написали, что жена Протокопа Анастасия живет во дворе Миронова, что у них есть три сына, девятилетний Ивашка, пятилетний Пронька, да восьмедневный Корнилка, который родился, пока Аввакум был в заключении. Еще дочь Агрепейка восьмилетой, племянница Маринка. Настасия Марковна еще не отправилась от родов, но ее больную положили на телегу и повезли. А путь лежал долгий и телегами, и водою, и санями в Сибирь. Небольшой обоз, выехавший на Ярославскую дорогу, сопровождает пятеро верховых. Три стрельца и два казака. Стрельцы московские, едут они только до Ярославля. Дальше, до Вологды, обоз будут сопровождать Ярославцы. Так говорилось в проезжей грамоте, что прячет у себя в Торбии нефельский казак Родион Иванов. Ему, семенским казаком Иваном Степановым, поручили доставить протокопа Аввакума с Симеон до самого места назначения. Царская милость Аввакум не колодник, и не на Лену едет. Едет в столицу сибирскую Ростовольск к старому знакомому архиепископу Симеону. Отписывал в Москву Симеон, что не хватает у него в Сибири черных и белых попов, и просил присылать ни бражников и ни плутов. Найдется Аввакуму хорошее место в дальних сибирских краях. В грамоте, что везет казак, недаром писано, а священство у него Аввакума не отнято. Ну а казаков и стрельцов все-таки приставили для бережения. Путь вот только долгий, три тысячи верст в неделю с тринадцать ехать. А протокоп и сама эта червежная. По воде через Казань путь, конечно, полегче был бы. До зима на носу реки станут. «Великая земля русская, одни городов сколько в твоей же грамоте означено. Череслав, Залевский, Ярослав, Вологда, далее, по сухоней реке Чересточьмой, Великий Устюг, и опять по суше, столь Вычуготская, Кайгород, столь Камская, сибирские города, Верхотурья, Туринский остров, Тюмень. Воевода в всех местах вели на казаков с цельным не задерживать. Путь до Вологда был древний, как сама Русь. Но такого движения в Вакуум не видел никогда. Конца не было обознанства шли из Москвы в Москву. Бешеном чали стройки, свистели по развонящей имщики, норовяя греть кнутом зазевавшегося обозника. Почесывая спины, с завистью смотрели им вслед проезжие. Хороши, кафтаны и шапки имщиков, богато живут. Рублей тридцать в год жалобня получает, да земли, и сколько! Дороги-то на Руси государевы, имской приказ им ведает, от того и порядок на дорогах, от того иностранцы удивляются в быстроте езды. Только в дороге и почувствуешь по-настоящему, как велика и богата Россия. Особенно в последние годы словно всколыхнуло всех. Растут города, расцветают ремесла, светятся купцы. Уже у всякого города обозначается свой норов, свой лад. Один славится кузнечным делом, другой – кожевинниками и гистерями, третий – изографами, резчиками, четвертый – идет обмен, торговые между городами, складывается один громадный всероссийский рынок. А потому и много денег завелось по всей Руси великая стройка. Вместо деревянных, что не год встают каменные монастыри и церкви, а в городах и купеческие палаты, в них товаром безопаснее. И в самом деле большая часть сохранившаяся до нашего времени замечательных памятников старинной архитектуры, построенная или начала строиться во второй половине XVII века. Ростовский, Кремль, Сереславский, Ярославский, Итатенский, Великоустюшский церкви, Макарьевский монастырь, очень малая часть из того, что довелось видеть аббакумов в строительных лесах. Отволов дыши на Достейнике. Двадцать грибцов легко гнали судно по течению Сухоны. На Достейниках, которые следят, их было уже не меньше пятидесяти. Извалились они теглицами, потому что не всюду одолеешь течения. Спрягайся в лямпы и бреди по песку вброд, трезусьте речек сквозь заросли Альчаника. Москва, связанная с Архангельскими с Чечерскими землями из Сибири. И идут по ней судно за судном сазвитским сукном, солком и бархатом, посудой, вином и оружием, с мягкой рухлядью, курками, соболей, бобров, горностая, с лисиц, с зерном, кожей, салом, воском, медом, рыбой, льном. Только в 1653 году, когда ехал в ссылку о вакуум, из Архангельска было вывезено за границу товаров на 1 миллион 64 тысячи рублей. В Великом усилии весь берег у причалов был завален товарами. В 500 лавках, в 50 церквах с города толпился народ. По торгу ходили и чертияне, англичане и иных стран люди, всяк по-своему одет. Сотники занимались прибором, верстали, казаки свободных людей, чаевших попытать счастье в Сибири. Знаменитые землепроходцы дежневых обаров были устюжанами. Сибирские воеводы выписывали из устюга судовых мастеров, узнецов, оружейников. И недаром в городе даже сложилась поговорка, что без устюжан в Сибири никому делу не бывать. Никакому делу не бывать. Любопытно вакуумы, как там в Сибири, сопровождающий протокопы унисейский казак Родька Иванов слова охотлив. Бывал он во многих городах, что, как грибы вырастали на речне и берегах, ходил в походы. Народу идет Сибирь, сила. Русаков там стало вдвое гости, чем местных. А по прибору идут и по указу. Казна только пушнину своего спрашивает. Христиану свободно спелить, обзаводить хозяйство. Поборов почти никаких нет. Преступников по указу гонят. В Сибири тюрем для них нет. Засылай из холодников, куда макар телят не гонял. А там сам себе пропитание добывай, а заодно и землю царю. Самый беспокойный народ собирается на подвижные границы русского государства. Беглые холопы, воры и разбойники. Пленные иностранцы. Кого только не увидишь в Сибири. Поляков, Литвинов, немцев ливонских и шведских, латышей, теркат, казаков малороссийских, и даже один француженин был. Крестьяне трудятся, а вот гулять селютно государю пашню не посадишь. Все торговли ремеслом промышляют, служивые записываются, а то так, тема твоего приказных обиды и притеснений соберутся в Атагу, по настроям кочей до дочинников или по рекам на восток. Сам родский Иванов Вологодский, а сибирским казаком по прибору стал. Приехал к ним сотник, прибрал бесяцки, хотел, чтобы рядовых казаков себе из родственников и вольных гулящих людей набрадок. Дали они все сотнику петрубикетов запись, поручаются круговой порукой, быть им в городе не сесть и на житье в полных казаках, и государю службу служить, а не воровать торчмы, и не держать, и в верни не играть, и не красть, и не бежать. А кто из них десяти человек избежит, то все государю о жалове решаются, и головой за одного отвечают. Крепкая запись. Прибранные получили из казны в помогу, женатые по два рубля, холостые по полтора. Прогуляв деньги, новоиспеченные казаки двинулись в Сибирь. В полном стонали города и деревни на их пути, хуже татар грабили они соотечественников, забивали скот, уводили женщин. Царь за такие дела вешать приказывал, да где там, разбойничали и сами воеводы. Попок мало, совсем мало в Сибири, хоть и тридцать рублей подъем нашим дают и всякие льготы. Мало что народ их не слушает, воеводы своей волей с них вкусы снимают, батагами бьют. Рассказывал, наверное, Родионы, про своего воеводу Афанасия Филипповича Пашкова. Третий год он в Анисейске сидит, пину крепостную с башнями построил. Зверь, а не человек. Людей без государева указу казнить, подять их на пыльцах пытал, а папа соборного раз насмерть бил. У людей деньги вымучивает, крадет, где можно, и в рост деньги дает. Богатеют воеводы в Сибири, да только у царя своя управа на них есть. Возвращают воеводы со службы на Русь, раздушившиеся от неправильно нажитого добра, как пиявка, а верхотуры в таможне уже ждут его. Мягкой казны соболей провозить недозволено, и имущество больше чем на пятьсот рублей вывозить из Сибири не смеет. Все, что сверх того отбирает, и на государя записывает. А вакуум с ревнителями кое-что про сибирские нравы знали, читали о том и в грамотах архиеписко-портсибирских и тобольских. Про то, как русские люди и иноземцы, принявшие православие крестов, на себе не носят, постные дни не хранят, а едят мясо и всякую скверну вместе с татарами, остяками хантами и вагулами манки. Не господами пришли русские в Сибирь, живут промеж инородцев, дружат с ними и одежду их по всякий день, кроме праздников, носят. Живут с некрещёнными инородками, и попы местные также ведут себя, венчаясь не по христианскому закону. А вакуум сердится из-за скудости веры у сибиряков, а того не ведает ещё, что вот эта простота русская, прочнее пищали и сабель, помогает сесть на землю. Конкисадор или не госеан придёт в чужой край, опустошит его огнём мечом, местные жители у него навек рабами будут, а если не рабами, то презираемыми низшими существами, а уж врагами и в том и в другом скучая непременно. Русский человек ловов и отчителен, он мастер на все руки, всякому ремеслу обучён, топором чудеса творит, и избу, и церковь многоглавый, и судно речной играючи срубит, да так разукрасит, что любо дорого посмотреть. Но умение своего чужих не таит, не гордится перед ними, сам в гости поедет, у себя примет породиться. А рабов не было. В смешанных семьях, в смешанных поселениях, побеждала более высокая культура. И у России Иванова, как и у всех вынесет, и жена местная. Бог детишек куластых дал, всё смышлёное, читать и писать могут. Дом большой, как крепость, добра и оружия в доме хватает. Лывалоязычники, жены-соплеменники, захотят обидеть или свои, в поход собираясь озаруют, и чего с Божьей помощью отстреливался Родька в окошке. Он не в обиде на то, что она и волна Татюбирская, не устоялась ещё жизнь. На что-то, будь, город большой, тысяч тридцать одних мужиков будет, а и там всяк с оружием не расстаётся. Родька с стрелецким и казачьим головой стал, полковником, а его Родька воевода Пашкова в Москву послал с бумагой в сибирский приказ. Сдаст он на вакуумах Тобольские и домой. Только пожить дома, видимо, не придётся. Строит Пашков, что это не две до семьи, как для большого похода в даурскую землю, под началом Тобольского воевода, князя Лобанова Ростовского. Слушает а вакуум про Пашкова с бикетом, а того не ведает, что скоро спознается он с ними, и земли диковинные земли победают. Много городов и все веки проехало вакуум, много людей и обычаев видел, так что из его первого путешествия целая книга составилась. И коли-то дорогой было нужды, того, с чего много говорит. к Рождеству с тобой в постели. Воевода вакуум принял и послал его к архиепископу Симеону. Тя и партия простиралась от Урала до самого Тихого океана. Знакомый еще по Макариеву архиепископ принял вакуума хорошо. Поставив на свой пост стараниями ревнителей, он еще не был после их разгрома в Москве, не стал ассирианом и коньянцем. Тогда добр был, а ныне учинился отступник, скажет впоследствии Аввакум. Симеон уже год назад добился расширения своих прав. в Тобольском знаменском луфтере вместо игумена поставили архимандрита с белой шапкой. Вдобавок к софийскому протокопству съездена была еще и Вознесенская. Так стало в Тобольске два собора, и Аввакума поставили Вознесенским протокопом, что являлось повышением. Под его началом были священник, Дьякон, Пес, Виски, Панамарь. Белый каменный Тобольск прекрасен. Он стоит в речной излучине, неподалеку от слияния Тобола, Сортышом, и среди его басни и церкви на высоком откосе из-за своей стройности и устремленности львы кажутся невесомыми. При Аввакуме каменного города еще не было. Девять мощных деревянных басн стояли на горе, а еще выше взжимались тринадцать глав Софийского собора. Там, в крепости, хранились сокровища, которые собирали для царя со всей Сибири, шкуры соболей, рысей, белок. Не больше, чем на двести тридцать рублей в год. Некогда поблизости тут был город Искер, столица хана Кучума, разбитого Ермаком, посты которого били челом Ивану Грозному с новым сибирским царством. В той поры, когда письменный голова Данила Челков поставила срок на высокой горе в излучине Иртыша, прошло едва более 60 лет, на задних лапах соболей и вертикально постальные между ними стрелы, получил право вести дипломатические переговоры с иноземцами. Деревянный Вознесенский собор стоял на самом краю от Коса над Коса над глубоким ущельем Прямского Воза, по которому проходила дорога в верхний город. Сверху Авваку мог видеть нижний город, посады на княжьем лугу, дома русских, немцев, поляков, в юрты татар, в громадный базар, куда приходили караваны с товарами из самой Бухары. Еще 19 ноября 1653 года архиепископ Симеон был вызван в Москву на собор. Никон решил добиться одобрения своих нововведений и заставить приложить к ним руку всех иерархов. В январе Симеон покинул Собольск на целый год, приказав ведать духовными и вочинными делами своим даровым людям дьяку Ивану Струне и приказному Григорию Чаккову, а не обреченному самому протоколу по Аввахуму. Видно, посчитал, что Аввахум уже месяц, и все не освоился на новом месте, да и опасался стыльного. Но у Аввахума и в Вознесенском соборе было много дел. Опять он читал по учения и вел со своими прихожанами такие разговоры о крестном знамении, о Никоне и прочем, что на него в полтора года выживали. Аввахум принялся смирять собольскую вольницу, не зная меры в своем рвении. Обличая в патрике своих прихожан, он здесь назвал себе много врагов, а нравы были поистине невольные. Однажды вечером зашел Аввахум со свечой в доме при церкви. Впрочем, дадим слово самому Аввахуму. хранение хранение прелюбодей на прелюбодейце лежит, скатили, и я говорю, что все творите, не по правилам грех подеваете, и они сопротивно мне, не осужай. Я в патии не осужаю, а не потакаю. Прелюбодей мил садеет, и кланяется мне, ежебы отпустил, а женщина-то в виду говорит, напрасно где на меня наводишь протокол, и затеваешь ему лицу. Брать где он мне, и я с ним кое-что говорю, а сама фортки подвязывает, блудницы все там фортки носят. Я говорю, врать божий, а то вещи обличают, и она смеется. Так мне горько стало, согрешат, да еще не каяться. Смелых приказ воеводы, те, к тому делу милостиво, смехом делают. Мужика постигав маленько, я отпустил, а я мне же под началом отдал милицию, прислал. Я постол ее спрятал. Дни в три восьме сидела на холоду, заревела. Государь, батюшка Петрович, огрешила перед Богом и перед тобою, виновата, не буду так впредь делать, прости меня, грешная. Крикит ночью, в правило, мешает говорить. Я тут перестал, правило говорит, филел ее в уняки, говорю ей, хочешь ли вина и пиво? И она дрожит и говорит, нет, государь, не до вина стала, дай, пожалуй, кусочек хлебца. И я ей говорю, разумеет, чадо, похотение соблудное пища и питье рождает в человеке, и ума недостаток, и к Богу призорство и бесстрашие, наедшиеся и на тильце пьяно, скачешь, яка юница быков желаешь, яка кошка котов ищешь, смерть забывшую. Потом дал я четки в руки велел класть перед Богом поклоны, кланялась, окланялась, да и упала. Я по наморю шелепом приказал, где петь, деться, черт плотной на шею навязался, и платье перед Богом о муче. В начале много, да и отпустил, а на и паке за то же промысл сосуд сатамин. В этом весь о вакуум с его антиститизмом, с его суровостью и одновременно жалостью к жертвам своей суровости. И плачу, а мучу. Но, как моралист, он терпит поражение и сознается в этом. Он всегда точен и правдив. Другая его попытка воздействовать на грешника суровыми мерами оказалась более удачной. Обитал с упором в губительном Вавилоне, Тобольске, некий монах, пьяница, верник из сквернослов. Напившись, он лез с кулаками на своего архимандрита, воевод, ни в грош не ставил, сранил на площадях при каждой встрече. Однажды ночь он решил покуражиться над вакуумом. Грязный, расхристанный, опушивший от пьянца, окнами его дома и, колотя кулаками, вставни вопил. — Учитель! Эй, учитель! А ну, подавай мне царствие небесное! Наконец, дверь отворилась, и на пороге выросла высокая фигура Авакума. — Чего тебе? — Царство небесного хочу, да поскорей! — Беда моя, как быть, подумал Авакум, и тут в голову ему пришла шальная мысль. — А можешь ли ты спить чашу, которую я тебе поднесу? — Могу! — дерзко ответил монах. — Сейчас давай, немедля! Авакум спустил монаха в футбук, и велел фономарю поставить посреди комнаты скамью, приготовить веревку потолще, и топор, которым рубили мясо, а сам с книгой в руках стал читать отходную. А торопевший монах слушал молча. Но когда ему велели попрощаться со всеми, а потом набросили на него веревку, и распластали на лавке, весь хмель с него соскопил. Монах дергался на лавке, кося глазами в сторону пономаря взявшегося за ручку топора. — Государь, виноват, пощади, помилуй! — жалобно заскурил чернец. — Ослаб веревку, — приказал Авакум пономарю. Монах рухнул на пол к ногам протокопа. Жестокий век, жестокие нравы, жестокие шутки. И Авакум ничем не отличается от других. Дикий юмор был тогда в ходу. Мало того, с монаха содрали мантию клобук, вложили ему в руки чертки и велели отбить полтора стопоклонов. И всякий раз пономарь веревкой перетягивал монаха по спине. На силу дышать стал, так его упощевал пономарьев. Как только дали монаху отдохнуть, бросился он в незапертую дверь, перемахнулся он был через забор и бегом. Пономарь ему вслед «Обче! Обче! Мантию клобук возьми!» Но монах только рукой махнул. «А, горите вы совсем! Не до мантии!» Вернулся монах за своей мантию лишь через месяц, да и то вызу побоялся войти. Потом он Авакуму при встречах еще и издали кланялся. Даже воеводы благодарили Авакума за то, что унял буяна. А тем временем у оставшихся за архиепископом струны с цирком разгорелась вражда великий несовет. Струна был делец, рвач. Правых винил, а виноватых оправдывал за своей бездельной корысти. Авакум жил с ним довольно мирно, но за месяц до приезда архиепископа начались великие беды. Как-то привязался струна к дичку Авакуму из церкви Антону. И уже в судном приказе хотел подвергнуть его пытке. Но Антон усек, прибежал в церковь к Авакуму. Струна собрал людей и бросился в погоню. Побаиваясь второго протокопа, он не решился везти своих людей в церковь, и вошел один. Это было его роковой ошибкой. Авакум пел в вечерню, когда струна заскочил в церковь и на крылости ухватил за городу Антона. Авакум прекратил службу, бросился к двери и запер ее. Отрезанный от своих, струна оказался в западне и вертелся по церкви, как бес. Авакум с Антоном изловили, дьяка разложили на полу и стегали до тех пор, пока он не попросил прощения. Но стоило струне выйти за порог, как он и его родственники подняли на ноги весь город. В полность толпа с предводительственной попами и монахами пришла сезда Авакума, намереваясь посадить в воду утопить протокопа. То ли звери оказались крепкими, то ли воевода князь Матвея Ломков по приказу видна воеводы. Совсем одинок стал Авакум, народ и прежде к нему в церковь почти не ходил, а теперь того и где растерзают. Как-то Авакум еле успел скрыться от толпы в воеводском доме, в тюрьму просился. Все под караулом будет. А добрый князь Василий Иванович мятежников боится и только плачет, гадя на Авакума. Княгиня его добрая душа открыла сундук и говорит, «Полезай, батюшка, я с тобой сяду, так приду тебя искать к нам». Выручил протокол, повернувшийся из Москвы архиепископ Симеон. Бросилась владыке в ноги одна девка, жаловалась на своего отца и на струну. Она и ее мать подали челобитную струне, жена на мужа, а дочь на отца, что тот мужик дочь свою насильствовал. И он вор сделал по неправде. Мужик дал струне полтину и дьяк мужика оправдал. А жену и дочь велел бить беспощадой. Архиерей приказал привезти мужика, который на очной ставке во всем сознался. Пришла очередь отдуваться жадному дьяку. Посадили его в хлебню на цепь. Архиепископ велел пускать правду приказному Григорию Киркову и Протокопу Соборяна. Но струна не стала ждать разбирательства. Проседев сутки, он с цепью ушел в город к воеводам и крикнув слово и дело государева на вакуумах. Так бы воевода Хилков не относился к Протокопу, но обязан был дать делу ход. Даже хозяин терял власть над холопом, если тот выступал доносчиком. Со струны сняли цепь и приставили к нему сына боярского Петра Бететова. Того самого Бететова землепроходца и казачьего голово, которым вспыхал Авакум по пути в Тобольск. Старый вояка, недавно вернулся из похода и собирался совсем на покой, благо у него в Тобольске был свой дом и хозяйство крепкое. Ходил он по приказу Енисейского воевода Пашков в Даурию на разведку, поставил на реке Шилки у Нерти, острожок, хлеб посеял, до тунгусов остались, все порушили, пожгли, лошадей угнали. Пришлось уходить на Амур, а уж оттуда возвращаться на запад. Ни один из нынешних забайкальских городов спит вина своего основателя Петра Бететова. Его же казаки срубили несколько домков у слияния рек Ингоды и Читы. Ингодинское зимовье, положив начало городу Чите. Не довелось отдохнуть Бететова на старости лет. Архиеписк Симеон был зол на струну. В архиерейском софийском доме воровства и крас объявилось много. Посоветовавшись собаком архиерей 4 марта 1655 года в соборне торжественно предал струну анафеме за вину кровосмешения. Такая строгая кара вызвала возмущение. За слово и дело умстят царковники. Петр Бекетов прямо в церкви стал бронить архиереи протокопа, накричал, разволновался и поспешил домой, чтоб сообщить струне об анафеме. И по пути вдруг упал и умер. Симеон собаком в своем низкости уже не могли остановиться. Тело умершего без царковного покаяния Петра Бекетова они приказали среди улицы собакам бросить. Три дня молились, чтобы в день века отпустилась ему, а потом разрешили погрести останки. Долго потом грызла совесть вакуума за этот трагический сути. Еще же и душе моей горе тут есть, полно того плачевного дела говорить. Струну передали другому представу, и сыск пословую делу продолжался. В чем же обвинил дьяков вакуума, метя заодно их, покровительствовавшего протопопу владыку. Четыре же спасали архиереи воевода от изветового вакуума, а на пятый раз не смогли. Слишком часто выступал протопоп на людях против Никона. Слишком часто называл патриарха еретиком и обвинял в церковном расходе. Кричал подобно Наронову, что три павубы за это будет Руси, мор, меч и разделение. А Симеона и из грамота, что присылали москвичи, знал про таков все последние события. Еще вакуум был в Москве, когда царь Алексей Михайлович, готовясь к войне с поляками за исконные русские земли, сделал всмотр войску, а осенью объявил в Успенском соборе. Мы, великий государь, посоветовавшись с отцом своим, с великим государем, святейшим Никоном, патриархом, приговорили и изволили идти на недруга своего, польского короля. На следующий год царь, благословенный патриархом, ушел в великий поход, оставив дела московские на Никона. Поход был успешный, взят из Смоленск и десятки других городов, но из Москвы пришли тревожные ветки. Сначала там свирепшилась моровая язва, мор косил людей тысячами, и у самого вакуума в Москве скончались два брата. Перемерли их жены и дети, многих родственников и друзей потеряла вакуум. вот оно, наказание за Никонова самоуправство. Первое сбылось. Сам Никон старским семейством выехал из столицы. Христианным наследством меньше остается. Пришел народ к Успенскому собору, принесли икону, пасни рукотворенный, лице и образ по скребену, а скребли образ по патриархову указу. В народе на всех теперь гнев Божий за такое поругание. Во всем виноват патриарх, держит он неведомого еретика старта осени, дал ему волну, велел ему быть у справки печатных книг, и тот чернец много книг перепортил. Патриарху пристойно было быть в Москве и молиться за православных христиан, многие из приходских церквей разбежались. Архиепископ Симеон про собор рассказывал. Никон открыл собор речью, сослав на деяние Константинопольского собора об учреждении в России патриархства, где заповедовалось пасторем истреблять все новины церковные. Задним числом он потребовал от архиерея утвердить свою реформу, почитая ее возвратом на старое. Закитывали книги, правенные Арсением Греком, Симеон Тобольский, Матари Новгородский, другие были против правки, но они помнили судьбу ревнителей благочестия и промолчали. Один епископ Коломенский Павел возвысил голос против. Так его сослали сперва на Оневское озеро, а потом на Хутынский хутор около Новгорода, куда явились слуги Никона и убившие его до смерти, и так его сожгавши огнем по Никону увелению. А в то самое время, когда разгорелось дело с дьяком струной, в Москве открылся новый собор. Приехали за милостями антиопийский патриарх Макарий и Тецкий Гавриил. Попросил их Никон во время торжественного богослужения подтвердить, что на востоке их крестятся тремя чертами. Те рады угодить Никону. В храме тогда были сам царь, бояре, народу тьма. Никон стал говорить по учению против новых икон, франкского письма, то есть писанных по образцам западных картин, и в этом он полностью смыкался с гонимыми им резителями. Народ уже возмущался во время мора тем, что отбирали и соскребали эти иконы. Но Никон настоял на своем и заставил восточных патриархов предать анахими и ответить от церкви тех, кто станет писать такие образа и держать их у себя в доме. Никон поднимал икону одну за другой и говорил, «Эта икона и зомовель может такого-то, сына такого-то», и бросал все железные плиты пола. Разбитые иконы он приказал сжечь. Тут не вытерпел царь, подошел и тихим голосом попросил патриарха, «Не слость, не сожигай их, но пусть их зароют в землю». Победение Никона с трудом подается объяснению. Кажется, что он движим одной гордыней, что главная его цель лишь утвердить свою власть. Честолюбие его часто взбивается на спецславие. Тогда на соборе он сказал, «Я русский и сын русского, но моя вера и убеждения греческие». Приверженность Никона к греческому доходила до смешного. Он завел на кухню греческую еду, а знаменитый белый клобук патриарх заменил греческим головным убором и радовался ему, как ребенок, потому что он оказался к лицу. Но Никон еще в расцвете сил и на вершине власти. И власть свою он обосновывает средневековой теорией о двух местах. При архиерействе меч духовный, при царе же меч мирской. И, разумеется, власть духовную Никон считает выше мирской. Он сравнивал власть патриарха с солнцем, а власть царя с луной он мог быть знаком с католической точкой зрения на папскую власть, когда писал, что поскольку цари получают помазание от архиереев, то по своему достоинству они ниже епископов. Молодой царь величал его государем, оставил за себя управлять государством, когда ушел на войну, и в грамотах Никон стал ставить своими на первом месте. От великого государя светлейшего Никона патриарха вся великая и малая и белая России, чем невероятно раздражал бояр. Но пока они помалкивали. Священники же за малейшую провинность наказывались ссылкой, побоями, скандалами. Великим тираном звали Никона. В 1655 году царь Алексей Михайлович, вернувшись из похода в Москву, вышел из Саней и долго шел пешком, чтобы встретить патриарха. Власть Никона была так велика, что он мог отнимать имение у дворян и раздавать своим любимцам. И вот такого человека вздумал хулить обвакум. Но опять повод для разбрава с непокорным протопопом был формальный. В извеке страны говорилось, что вакуум ходит с посохом, а посох с яблоки вызволочен, а на рогах оправлено серебром. Эти-то вызволоченные яблоки и стали причиной дальнейшей бета-вакуума. Дело в том, что духовенство всех рангов имело свои знаки отличия. Знаком протопопского сана был двоерогий посох в форме буквы «Т». А посох с яблоками, шар-символ державы власти, уже приличество владыки, артиерею. Да и преступление было многократным и всенародным. Ходит с посохом. В Москве ухватились за это. «И павильона было сделать у вакуума повальный обыск. Воеводы поставили ко вакууму на двор подьящего лосева, и тот обнаружил не один посох, а целых два. Один точенный с яблоками, золоченными листовым золотом по местам. Посохи были епископские. Воеводы отправили отписку донесения следственный материал, и два посоха, решивши на доказательство сибирский приказ, откуда все это попало к Никону. Откуда оказались у вакуума посохи? Как к Никону ревнителям было не чуждо своеобразное стегольство? Иван Ванифатьев был таким франтом, что об этом есть упоминание даже в летописном сборнике. У него были архиерийские шапки и посох, дарю царя и патриарха. Не оставалось старше себя вакуум. Старевна Ирина Михайловна пишет о вакуум, «Риза с Москвы всю службу с тобой прислала». Среди подаренных протоколов службы могли быть и посохи. «По патриархам указу обакуума женой и детьми, вельно было сослать на Лену, в якутский острог, столнику и воеводе Михаилу Лабеженскому. Уже ему впредь встречалось, то есть, его перестали считать вакуум. А вакуум прекрасно узнал, стоит он в ссылку не за посохи, а за сие, что бронит от Писания и укоряет вере Никонову. О посохах он не упоминает нигде, не хотелось чему признавать Сочиславие. 29 июня 1675 года погрузил вести и усадив семью в дождение, тлоскодонное судно с палубой, он стал прощаться с провожающими. Пришел некий Федор, которого Аввакум в месяц нырял у себя дома, исцелял от безумия доступными средствами. Однажды он крепко побил Федора и велел Фономарю приковать его к стене, но Федор вышитал в пробой и ушел на двор к воеводе, разогнал в силу стенью и, разломав сундук, надел он себя к нигине на платье. Посаженный в тюрьму сбил там узников и разломал печь. Теперь покинуло его и он пришел прощаться с вакуумом. вакуумом. вакуумом.